МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнём, да? Мы сегодня опять собрались с очередной попыткой и улучшить понимание, каким образом мы можем избавиться от тех проблем, которые у нас надвигаются неизбежно. И вспомним тех пришельцев, которые приходили к нам. Многих мы уже не помним, одни имена остались, да и то непонятно, когда всё это было. И это был Мелхиседек, Кришна, Зараастр, Моисей. Ну, я думаю, что самый сильный из них был всё-таки Иисус, поэтому достаточно его проинтерпретировать хорошенько, и будет всё понятно. Потому что от Иисуса Христа была полная, если можно сказать, программа нашего поведения, нашего исправления, и дана абсолютно точная, простая методика, как это делается. И цель прихода Христа, как сошествие Бога на землю, и была в том, что поправить человечество, которое шло криво, в кось и вниз. А вся задача эволюционная человека — идти вверх. То есть эволюция подразумевает этот термин, подразумевает развитие в лучшую сторону. А у нас это не получается уже миллионы лет. Ну, может, люди в это не очень верят. Можно сказать, хотя бы вспомните, что и несколько тысяч лет мы уже падаем, и падаем, и падаем. А почему? Потому что программа человеческого «я» духовного заключается в том, что он должен научиться жить по закону. Можно так сказать, по закону собственного «я». Почему? Отче наш, который произвёл на свет наше духовное «я», а это закон Божий. Следовательно, мы есть неосознанная матрица закона. И вся наша задача на земле — её как раз-таки осознать. А почему мы её никак не можем осознать? У нас один очень серьёзный недостаток, данный нам от рождения. Мы ленивы. Из-за этой лени мы и пошли вниз. Потому что духи сильные, они осознали себя, не выходя за пределы духовного мира, практически мгновенно. А мы являемся неким слабым оттенком этих сильных. В обдуршине, в этой книге, называется «высокоразвитые». Вот эти высокоразвитые и есть мы. А для того, чтобы доразвиться, допонять, что мы такое, где мы живём, и есть наше, что нас окружает, каким образом мы взаимодействуем с окружением, как используются те существа, которые вокруг нас, которые помогают нам лепить наши мысли, лепить наши чувства, лепить образы. Ведь мы абсолютно ничто без них, тем более на Земле. И тело создано сущностными. Мы не можем жить без них в этих мирах. Не только в физическом, но и в эфирном, и далее, и в сущностном. И попадая в духовный мир, если мы осознаем себя, наконец-то мы попадаем в свой родной дом, где тоже сущностные. Мы духовно сущностные. Бог единственное бессущностное. Остальное всё сущностное. Даже архангелы. Там тоже сущностные своего уровня, своего рода. Но будем придерживаться, скажем, о нас, разговора. Значит, весь вопрос в том, что человек должен слушать закон, понимать его и слушать, подчиняться. А как можно подчиняться тому, во что ты не веришь и что ты не понимаешь? Следовательно, постижение может произойти только в одном случае. Если человек хочет понять эти законы, как минимум, и способен на это. И когда есть такие два элемента в самом человеке, нужно третье. Нужен тот, кто это разжиёт и поддаст. В Библии и в Ветхом Завете. В Новом Завете есть два одинаковых и там, и там текста. Я вам, говорит, даю молочную пищу. Вам ещё рано твёрдую пищу есть. Это и у Исаии есть, это есть и в Новом Завете. Что это такое? Что такое молочная пища? Человеку нужно разжёвывать, рассказывать, что делать, как делать, когда, каким образом всё это соединить, связать. В результате вот эта мозаика твоя приведёт к тому, что ты взберёшься на первую ступень, потом надо разжёвывать о том, как на вторую ступень и так далее. В конце концов, человек привыкает к этому ритму вверх и вперёд и начинает жить постепенно самостоятельно. Это в лучшем случае. Таких людей, к сожалению, очень мало. А остальных нужно курировать, поддерживать, защищать постоянно. Таких большинство, можно сказать, процентов 95. Тем не менее, этот труд необходим, и в конечном итоге он приведёт, если человек хочет избавиться от лени, он приведёт его к освобождению. И вот одна из цитат Христа «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». От чего свободными? От грехов, от ошибок. Потому что ошибка и грех. Человек не всегда понимает, что ошибившись, он, конечно, свою ошибку может исправить. Но где-то зарегистрирована эта ошибка, которая испачкала этот мир. И вот эта грязь, этот комок грязи, как его растворить теперь? Он висит, он за нами тащится по нашей судьбе. А растворить его можно только одним способом. И тоже цитата от Христа. «Кому вы будете прощать, того и Отец Небесный простит». То есть, когда вам кто-то сделает плохо, а вы его простили от души, тогда эта клякса с вас снимается. Вы ответили по этому эпизоду. Вы по нему невиновны. Почему? А вы перестрадали и никого не стали проклинать, обижаться, злиться на него. Тем самым вы искупили этот грех. Это единственный способ искупления. Никакого другого искупления не бывает за всю историю человечества. Это всё ложь. И это надо понимать. Потому что по такому варианту прощения через храмы миллионы, сотни миллионов людей ходят, ходят, ходят и продолжают падать в трясину. И теряют время. И в конечном итоге многие начинают понимать, что что-то тут не совсем так. Ну тогда ищите. Какая-то небольшая часть людей начала искать, остальные продолжают быть зомбированными этими неверными мнениями. Вот хотя бы обратили бы внимание, что результата нет никакого. Нулевой результат. Прочения-то на самом деле нет. И разгружать свой мешок или вагон с кармой приходится каждому персонально. Никто за него эту работу не сделает. И по мановению руки какого-то священника, как бы он хорошо не одет, какой бы крест на нём не висел, и как бы он благовейно там что-то вам не говорил, на самом деле действия никакого не происходит. И люди сами это видят. Накопление грехов происходит, да, потому что человек грешит и остановить свой грех не может. То есть слои, грязи растут. А разгружать их некому. Люди не знают, как это делается. И вот одна из важнейших задач для всех для нас. Мы должны принять это. Причём это не я придумал, это Иисус сказал. «Кому вы будете прощать, то его Отец Небесный простит». К сожалению, апостолы, видимо, не совсем понимали, что это важнейший элемент, один из важнейших элементов. И очень мало текстов вокруг этого момента. Потому что, я думаю, если бы люди, которые окружали Христа в то время, были его учениками и распространяли учения, если бы не серьёзно бы отнеслись к этому, и разжевали бы до конца, наверное, половина Ветхого Завета, Ветхого Нового Завета была как раз посвящена сути религии. И как раз вот этому моменту, что искупается это вот так, это вот так, это вот так. Это было бы настоящее учительство в наш адрес. Но этого не произошло. Недаром Иисус говорил, вы ещё не можете вместить то, что я вам даю. Апостолам это говорил. Люди назвали их апостолами. У них не назвали апостолами, ученики. Апостол по-гречески посланный на проповедь. Ничего святого в самом слове нет. Далее. В каком мире мы живём? Мы здесь присутствуем в теле. Материальная составляющая этого мира, в котором мы представлены телом. Всего лишь набор электронов, протонов, нейтронов связан в определённые формы. Вот у мужчины свои, у женщины свои. Ну, в общем-то, мы всё равно одинаковыми. Руки, ноги и ухо два у нас. Всё вроде бы нормально. А что такое душа? Мало мы представляем, что такое душа. И о физике души, конечно, надо всегда говорить. Я и раньше об этом говорил. Мы, скажем так, многослойные. У нас оболочка и физическая есть, и эфирная оболочка, и астральная оболочка, которая является вратами души. И туда и сюда как раз проходят все связи. Через астральный мир, вот, через астральную оболочку. Поэтому, к сожалению, и мозг захвачен сатаной, с его армией. И астральный мир – это область наших чувств. Поскольку наши чувства далеки от чистоты, и мы мало озабочены, как бороться с ними. И там грязно. И вот через эти два слоя – мышление и чувствование – мы пройти, к сожалению, просто так легко не сможем. Почему? Потому что каждое чувство, которое когда-то проявил человек, даже, скажем, односекундно, он выбросил беса. Этот бес повис в астральном мире. И вы представьте, сколько этих бесов человек за свою жизнь творит. А еще и учесть, что несколько жизней у нас – это такая немыслимая туча. И у каждого она персонально своя. А кроме того, эти тучи между собой связаны. Потому что начинаешь бороться за себя, и тут же как бы «everybody help» – все кидаются на помощь, чтобы ты не прошел. Это сети. И надо понимать, что их мощность достаточно для того, чтобы удержать не только человека, но и все человечество вместе взятое. Вот поэтому каждый приход от Бога посланца – это непростое явление. Готовится это для нас, кажется, что он пришел да ушел. А это готовится много-много столетий, приход определенного лица. И готовится все творение к этому, чтобы вооруженный как бы определенными способностями человек пришел, не человек, вернее, существо, и дал ему возможность опереться на его знания и силу, наделенную им творцом, и вытащить отсюда тех людей, которые хотят этого. Теперь поговорим о том, каким образом формируется наше окружение. Оскар Расбергард неплохо описал в своей книге достаточно подробно разные слои сущностных, разные роды, или, как правильно, рода сущностных. Допустим, мысли наши формируются за счет определенного слоя сущностных. Чувства – другие сущностные. Ощущения – третьи сущностные. Смотрите, что происходит. Вот. Возьмем, скажем, один человек, второй человек, третий человек и так далее. То есть это как бы собирательный образ любых людей. Один больше грешит, душой меньше. Один, скажем, вот так, вот так и вот так грешит. У него, может, три эмоции неправильные. У другого их с десяток. Да еще всякие разновидности. И зависть, и чего там только нет. Что происходит? Вот выброшенный бес. Скажем, пусть это будет страх. И вот у этого страх. Значит, эти страхи объединяются в общую группу. Представьте, что миллиарды людей чего-то боятся. Возникает океан страха. Сотканные вот из этих бесов. Они однородны по сути. Определенная длина волны, частота колебаний и оттенок. Вот есть запах этого, запах этого, а здесь запах страха. Взять обиду – то же самое. А вот обида отсюда, а вот обида отсюда. А вот гнев и раздражение. Потому что раздражение – это слабая форма гнева. А гнев – это высшая фаза раздражения. Это родственные. Вот один океан, второй океан, вот третий океан и так далее. Умножьте эту картинку на миллиарды людей и умножьте на всю историю человечества. Человечество насчитывает, я думаю, как доказала археология. Два с половиной миллиарда лет в земле живет человек в теле. Цивилизации какие-то рушились и так далее, и так далее. Есть такой Майкл Кремо, есть группа ученых-исследователей, которые находили это, естественно, в очень глубоких породах, заложениях, скажем, которые соответствуют два с половиной миллиарда лет, находят остатки техногенной цивилизации. Это о чем говорит? О том, что люди присутствовали, причем люди не каменного века. Откуда они там взялись, казалось бы? Все это сглушится, все это нам вычеркивается, как бы считается, что это ложь. На самом деле таких фактов тысяч. И 20 миллионов находят в слой, и миллиарды лет назад находят что-то. Это говорит о том, что люди живут очень давно на земле. Я к чему это говорю? Казалось бы, ну и что? Подумаешь, что это для нас? Да это говорит о том, какой плотности мрак вокруг нас. Вот что. Умножьте миллиарды людей, и умножьте на миллиарды лет. Какая же это сумма бесов будет? Вы посчитайте. Может быть, у вас уже намного меньше этих бесов. А вы посмотрите, как у людей, какая ненависть идет одного народа к другому. Непрерывно, перманентно, скажем, Украина ненавидит сейчас Россию. В России достаточно много людей, которые презирают, хотя и на Украине есть неплохие, хорошие люди. И в России далеко не все дураки, как говорится. Но почему именно выплескивается вот это все? Потому что люди, в конечном итоге, не имеют духовной культуры. Они не понимают, что они творят. Иронизируя, презирая какую-то другую нацию, или другой цвет кожи, или хотя бы один богаче другой, и не столь богат. Или у одного, скажем, внешность не очень хорошая, а у меня вот такая вот эта кичливость, эта тщеславие. Это настолько, это колоссальное количество выброса вот этого негатива идет. И все это составляет вот эту тучу, и где-то крохотная маленькая земля находится, вокруг нее слой мысли и слой чувств. Вот это все испачкано. Я просто уменьшил в масштабе все. Это то же самое. Вот дальше грязь не распространяется. Как вы назовете вот это все? Это то, что называется ад. Мы живем в аду. И рукотворный ад никто ему не создавал. Бог не творит зла. Откуда же это все взялось? Вот это вот от Иванова, а это от какого-то корейца, а это от какого-то грека, а это от шведа, а это от русского, а это там китайца или еще от кого-то. Мы все здесь представлены своей плантацией с грехами. И все это на нас ежечасно, ежесекундно возвращается. А вот каким образом, когда и сколько, никто не знает. Почему? А Бог сказал, «Аз вас дам всем». Не лезьте вы в этот процесс. Не судите, да не судимы будете. А если будете судить, то будете судимы тем судом, которым судите. Что имел в виду Иисус? Есть люди, которые вот настолько, «Да он такой, и утрясет аж, потому что он такой». Ну, это уже суд, потому что в человеке вот это заложено. Чтобы его там разорвало, чтобы ему вот так, и вот так, и вот так было. Чем отличается наше мнение, в том числе эмоциональное мнение? Конечно, мне тоже не нравится, может, это какой-то моральный урод. Но у него есть свобода выбора быть уродом. Он хочет быть им. «Значит, что я могу сделать? Я же его исправить не могу, а себя могу». Поэтому Иисус сказал, «Вытаскивай свое бревно из глаза, исправляй себя. Ты у себя хозяин». Почему же ты с собой-то не занимаешься? Почему же ты видишь, вот какой он такой-сякой? Ты его судишь, ты хочешь, чтобы его разорвало на клочья, или там, чтобы его мухи съели, или еще какую-нибудь кару ему прям, вот представляешь даже, ты образы эти рисуешь. И на самом деле, когда тебя будет судить за твои грехи, высший суд, у тебя будет то же самое, только с торицей. Вот о чем говорил Иисус. Вы просите кару по какому-то эпизоду, что вот он это сделал, вот так ему, вот так. Хорошо, говорит Господь. И тебе будет тот же, так же, только посильнее. Вот такой педагогический прием у Господа Бога. Все цитаты Христа, эти очень прекрасно понимаемы, когда человек входит в эту реку. Он не смотрит на эту реку, потому что он, не входя в реку, не понимает, вода вообще течет или нет, холодная она, какая она, может быть, она вот такая, вот такая, может, там дно такое, он ее не знает. А вот когда ты входишь в реку, ты начинаешь понимать, ты ощущать начинаешь, где тут мель, где это, где ты начинаешь понимать. Все. Не сразу, конечно, но это многие-многие годы нужны, чтобы осознать, что это за река, куда тебя несет. Вот это понятно. Теперь, каким образом формируется? Человек-существо, которое наделено способностью творить. Только не Вселенной творить, а формы определенные. Мы вот сейчас говорили о плохих формах эмоций. У нас, что нет хороших эмоций, есть доброжелательность, понимание музыки, понимание красоты вообще в любой форме. У нас есть доброта, взаимоподдержка, любовь, в конце концов, и многое другое. Мы просто слабо пользуемся этим. И лучший метод борьбы с грехами, хорошее качество выращивать, они сами постепенно начинают уничтожать плохое в нас. Замещение происходит. Поэтому, если мы контролируем голову, мы еще раз сегодня поговорим, каким образом это делается. То есть, потому что через мозг нами управляет вот эта чернота. Ведь мозг наш живет в этом мире и ограничен вибрациями этого мира. То есть, 300 тысяч километров в секунду. Следовательно, он у нас пленник, можно сказать, определенных возможностей, определенных колебаний. Дальше он выйти не может за пределы. За пределы у нас астральную оболочку надо задействовать, куда все эзотерики нас и позвали. А вот за пределами астральной оболочки, эфир, сущностные и так далее, там чисто. Но чтобы выйти в чистый мир, надо на пороге ноги хорошо вытереть. Вы знаете, как хорошая хозяйка не пустит никого в избу, в дом, если ты грязный, скажет, иди сначала, сними с себя плохое, все грязное, ты мне эпидемию можешь устроить. Вот так же здесь на пороге нас в чистый мир не пускает, пока мы не избавимся от нашей грязи. Она, вот она вся. И не только сиюмьютные наши ошибки, вот они одна за другой, ежедневные накапливаются, а прошлые кто же за вас искупать будет. Кроме нас некому. И искупается, повторяя, только личным страданием, либо любовью. Когда человек по-настоящему любит, в нем играючи карма уходит. Потому что любовь, о чем говорит, человек отказывается от эгоизма. Он перестает рассматривать себя как высшее существо в этом мире, ограниченное только моими желаниями и потребностями. Сразу появляется существо, которое, я его люблю, хочу, чтобы ему прежде всего было хорошо. А это уже служение. Я хочу и буду делать все, чтобы этому человеку было хорошо. И человек забывает о себе. Видите как? Это такой мощный удар по эгоизму. Если бы мы все так жили, это не обязательно интимные отношения, все, любовь, это немножко другое. Это служение. Даже люди, которые, скажем, подвижники были, то, что называют святыми, они ведь не просто сидели где-то в лесах там или отшельниках, они ведь людям помогали осознать свои ошибки. То есть они и страдали из-за этого, гонениями подвергались. Тем более, когда приходил Иисус Христос сюда. Почему его убили? Потому что он начал служить не только Богу, но и людям в конечном итоге. Он любовь к ним проявил, помогая им, зная, что вполне возможно, что его убьют. И в конце концов он даже понял, перед самым концом, что смерть неминуема. Тем не менее, он не ушел, а остался и продолжал работу. Так вот, это о чем говорит? Если в человеке вот эта зарождается любовь, она быстро начинает перемалывать карму. А что нам мешает любить? Прежде всего, эгоизм и лень. Вот это два качества. А чтобы преодолеть эгоизм и лень, как минимум надо поверить. Когда вы начинаете верить, открываются врата вверх. И тогда ваш дух и Бог, в конце концов, который связан вашим духом, через посредников, конечно, тогда сюда приходит вся мощь, весь потенциал ваш духовный. Здесь любовь, здесь воля, здесь все качества, которые вам нужны для борьбы. Здесь в конечном итоге. Даже когда вы борьбу выиграете, победите все. Вот это нужно для того, чтобы устроить нормальную жизнь. Дух не позволит нам жить плохо, неправильно. Это свет. Это свет. На духовном уровне, конечно. И у него приданно, еще раз говорю, творить формы. Поэтому надо творить позитив. Вместо негатива. Чем больше у вас будет позитивного в жизни, тем больше карма ваша будет позитивной. То есть ваша судьба начнет уходить в сторону нормальной жизни. Мало того, при том, что у вас начнется улучшаться судьба, это, конечно, происходит не мгновенно. Потому что у каждого человека, скажем, свои периоды осмысления. Это зависит от веры. Это зависит, опять же, от воли. А воля – это яркость духа. Чем более волевой человек, тем он сильнее. И более яркий. Он может больше делать. У него глаза, как бы, говорят, что у него жизни больше в нем. Вот уныние, как раз, оно убивает волю. Почему уныние очень вредно? Оно не только сопротивление закону, то есть обвинение в сторону Бога. Господи, ты мир плохой устроил. Это еще опускание рук вниз. А что это такое? Я не хочу больше бороться за себя. А помните свободу выбора? Мы о ней сейчас будем говорить. По свободе выбора, если вы опустили руки, значит, вы бороться не хотите. Бог говорит, ну, пожалуйста, не боритесь. Продолжайте тонуть в этом болоте, и никто вам не поможет. Пока вы сражаетесь, пока у вас есть желание бороться, пока воля напрягается, Бог с вами. Как только вы руки опустили, и Бог тоже опустил, сказал, мне слабые в этом мире не нужны. Я вам сейчас цитату еще одну уместно. Есть в Нагорной проповеди первая цитата. Блаженны нищие духом, ибо есть Царство Небесное. Нищие духом, к сожалению, неверно. Переводчики неверно перевели, где-то при каких-то переводах. На самом деле, просящие духом. Потому что нищий духом – это слабый духом. И вот уместно прочесть цитату. Блаженны нищие духом, ибо есть Царство Небесное. Сравните. Это глава 5, стих 3, то, что я прочел. Теперь сравните. Глава 11, стих 12, того же Матфея. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. То есть мы должны быть сильными. Небо любит сильных, потому что в небо слабый не пройдет. Вот и все. Поэтому блаженны нищие духом, ибо есть Царство Небесное. Нищие духом – конструкция неправильная. А звучало примерно так. Блаженны просящие духом. И где-то кто-то перевел, что просящие – это попрошайки, а попрошайки – это нищие. Когда они однократно переводят тексты, сатана обязательно в головку влезет этому переводчику и скажет, давай, давай. И в конце концов рождается вот это. Поэтому переводы и толкователи, к сожалению, настолько изуродовали христианство, что оно перестало быть действенным. Христианство заключается в нескольких фразах. Возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. И любить Бога – это самая наивысшая заповедь. Потому что какая наивысшая заповедь? Вот такая. Следовательно, без наивысшей заповеди, подчеркиваю, наивысшей христианина, не существует. Кто из христиан любит Бога? Руки знаете, сколько миллионов поднимут? Мы. Я скажу, а вы неправду говорите. Потому что другие цитаты из Библии говорят. Если любите меня, выполните мои заповеди. Кто заповеди не выполняет, тот меня не любит. А кто будет мои слова выполнять, я, Отец, придем, и обитель вас сотворим. И научим вас тому, тому и тому. То есть при выполнении заповедей, при стремлении человека к этому, и реальном исполнении этого, то есть если движение есть в сторону исполнения, реальное движение, тогда и Бог нам навстречу идет, опять поминая свобода выбора. Глава обдушения, в свете истины, огромная глава, протяженная очень, и очень много полезного там, как раз он говорит, вы недооцениваете суть этой свободы. Вы свободны в своем выборе, потому что вам доверяют. Вы духовны, отсюда вы, в отличие от сущностных, которые могут делать только по воле Божьей, вибрировать. Но у них поэтому и кармы нет. Они вынуждены делать то, что сверху давление идет. А вам такое давление дали, что вы в какой-то степени можете полностью менять направление, и так далее, и так далее. Желание ваше придает направленность. Если вы что-то пожелали, вы начинаете этого добиваться. И в конечном итоге, вот на уровне желания, уже надо себя спрашивать, а полезно ли это мне? Иногда начинаешь какую-то умную литературу читать, я вот помню, вот такие вещи там здорово, хорошо, и вдруг мне мысль такая, ведь я теряю время, нужно мне это? И вдруг приходит, да не нужно мне это все. Зачем? Мне это ничего не даст в жизни. Ну, просто может какой-то слой дополнительной информации, она мне нужна? Нет, она мне не нужна. Я лучше заполню свои, как говорится, файлы полезной информацией, то, что животрепещу сейчас вот мне надо. А мне бес начинает через эту красивую литературу, или умную, интересную книгу, или еще что-то начинает уводить меня, чтобы я потерял время. Вот, и я тогда начинаю освобождаться от этих призывов, давай здесь, давай здесь время потратим. Это же один из вариантов отнимания времени полезного у нас. У нас крайне мало сейчас времени. Это не значит, что вы не должны читать, отдыхать. Иногда надо, правильно, но всегда вот тут надо решать, куда вам время потратить. Далеко у нас еще от чистоты, от полной, очень далеко. Отсюда, если есть хоть малейшее желание немножко заняться собственной персоной, вы уж будьте добры, занимайтесь. Вы же видите, наверное, даже за последние десяток лет, как изменился в худшую сторону мир. Насколько больше стало агрессии и войн, насколько больше стало ненависти и лжи, и мошенничества, и лицемерия. Это говорит о том, что мы очень быстро катимся под откос. И в любой момент, скажем, этот процесс перейдет такой, в турбулентный, начнется катастрофа. И там с нас спросят, что вы конкретно сделали с того момента, когда вы поняли, что делать. Не тогда, когда вот вы шли, пока ничего не знаю. Там, ладно, вы были несмышленыши. А когда вы знаете, что делать. Когда вся методика перед вами. Когда вы крещением соединены с величайшей силой, которая никакого зла не боится, никакой тьмы не боится, она сильнее. Почему вы, не опираясь на эту силу, зная, что делать, этого не делаете? Вот же какой вопрос перед вами станет в тот момент. Что вы скажете в ответ? Голову опустите, скажете, да вот как-то недооценил. А там таких ответов не примут. Строгость и справедливость, это и есть небесная любовь. Был лентяем, полулентяем или четверть лентяем. Мне все такие не нужны. Сказано ведь то же самое в Библии. Ой, если бы ты был горячим или холодным, но ты же теплый, следовательно, не мой, не нужны мне такие. Царство небесной силы берется. Здесь есть этический момент, который тоже надо подчеркнуть. Кто испачкал мир? Люди. Каждый конкретно из нас оставил след. Кто должен убирать за собой грязь по справедливости? Люди. Каждый должен убрать все до пылинки. Поэтому пока до пылинки вы не уберете все, вы не имеете права на какой-то серьезный такой отдых от духовной работы. Еще раз говорю, не надо там как-то совсем занаучивать это и просто в досудорог вот доводить в себя. Нет. Душа всегда очень точно регулирует дело время, потехе час. Вот тут знаю. Иногда настолько утяжело вот день за днем, час за часом. Ну не могу больше. Все. Пошел, сел, мне год назад пианино подарили. Я начинаю играть. Я вот все смотрю, все с каждым месяцем лучше, лучше. Для себя, по крайней мере, я нот не знаю. Но я уже какие-то мелодии играю, там немножко блюзы, джазы мне нравятся, немножко там мелодию даже какую-то подсочинишь, интерпретации, как называют, импровизации. Мне это успокаивает. Вот посидел полчаса, час, чувствую, хватит, все, я пошел дальше жить. Начинаешь. Это отдых через музыку, я отдыхаю. Она же музыка, как бы, даже вот композиторы, как она рождается, она сверху идет, гармония и красота. Главное, надо уметь ее принять и оформить через какой-то инструмент. Вот и все. И чем ты способнее в этом отношении, тем лучше, красивее и неожиданнее будут твои аккорды, сочетания их и прочее. И каждый может отдыхать. Женщины часто садятся, вяжут, говорят, мне это успокаивает, здорово. А третий садится, рисует, а четвертый там может с малышами поиграть, говорит, как здорово, от них такая чистота идет, они в этих улыбках детских, зароешься с ним в игрушки. то есть я так немножко отвлекся, просто говорю, что у нас есть какая-то жизнь и есть возможность немножечко отдохнуть. Не забывайте, что и труд у нас пока еще огромный. Вот. Убирать мы должны. И мы знаем, как это делается, смирение, потому что зная закон справедливости, что посеял, то и пожнешь. Вот он, вот человек посеял грех, через какое-то время приходит сторица, через какого-то человека обидели тебя, а возьми его и прости, из тебя спишут грех. Прощайте здесь и прощены будете здесь, ваше прошлое начнет исчезать из вас плохое. Следовательно, для нас дан спасательный круг, вот он. Нам дали возможность избавиться от прошлых ошибок, от их последствий. Называется это в религии смирение. А сюда подлежит, что и обиды незаконные получаются с точки зрения, потому что у нас святых нет, значит, обязательно надо искупать. Суда же и уныние, вспоминая, что закон справедливости, если я насеял вот таких колючек у себя в жизни, то, что ты унываешь. Придется убрать за собой. А уборка здесь, она чревата страданиями, потому что я заставил когда-то страдать других людей. И вся сумма на меня теперь падает обратно. И если я понимаю, вот по винную голову меч не сечет, потому что по винной это значит я покаялся. Господи, я не хочу больше грешить. От всей души не хочу, только помоги мне в этой работе над собой. Прошу помощи. Идет крестная сила на помощь, воля Божия нам помогает. Но мы-то должны сами ножками, ручками перебирать. Если мы этого не делаем, прячемся за какие-то якобы обстоятельства, мы эти сами создаем. Тем самым наша лень расцветает и уводит нас с этой дороги. И никто потом не оправдается, вчаскивается окончание суда. Здесь и уныние, и раздражение, и гнев, здесь обиды, здесь претензии всевозможные друг к другу. Бревно из глаза вытаскиваете, говорит, свое. Вытащить бревно в том числе надо и суметь принять обратно всю сумму наших ошибок, сколько нам дано до самого конца, а столько мы и должны принять. Поэтому это не на день, не на два, не на месяц и даже не на год, это на всю оставшуюся жизнь придется нам попахать. и никуда от этого не денешься. Кто на это не способен, потому что лентяи не хотят, они на это не способны. И естественно, что попадает в разряд преступников, если преступник отказывается дальше совершать преступление и просит помочь ему, ему идет помощь, но если он не собирается, не хочет или не может, тогда он попадает в разряд рецидивистов, а с рецидивистами статья совершенно другая, то есть, который упорно продолжает совершать преступление, особенно, когда он знает, что это преступление и продолжает это делать. Конец неизбежен, очень плохой конец. не я грожу, я никому не грожу, я просто говорю, как действует закон, неизбежный закон этого мира, потому что мы живем на правовой территории Господа Бога и никуда мы не денемся от давления этих законов. Либо ты станешь человеком, либо в конечном итоге исчезнешь лица земли и никогда больше здесь не появишься. Так дело обстоит. Есть в книге в этой зеленой и такой момент интересный, девушка, наверное, листочек другой возьму. Голова называется «Нити света над нами». Вот из области сущностного выше духовный мир, далее первосотворенные духовные и дальше божественный мир со всеми существами, которые окружают Творца. Вот нити света, то есть это линия света, которая нам дается в поддержку. Формируют эту связь сущностную, это как исполнительный механизм Вселенной. Дальше идет эфирная вещественность, потом два слоя там подразделяются, я просто объединю их в общий астрал. Возможно, даже астрал вот этот. Неважно. Вот стоит человек, вот то, что я рисовал, выброс идет негатива. Что негатив? Негатив связывает вот с этим адом, который мы натворили. Я его не вокруг нас нарисую для удобства изложения. Вот это есть тьма. Тьма не совсем зло. Тьма это некая инертная масса, которая нам в конечном итоге дана для того, чтобы мы пронырнув через нее, земля, мертвая точка, выбрали, то ли мы окончательно распишемся в своей лени и неспособности стать человеком, проходя через это, то ли найдем в себе силы, побеждая лень, раскаляя свой дух через борьбу за жизнь. В конечном итоге становимся сильными и тогда выходим отсюда и постепенно ступень за ступенью приходим в духовный мир. Были бессознательными, прошли маршрут, стали сознательными. А что такое сознательное? Осознать законы этого мира, устройство этого мира и свою программу человеческую. Вот тогда ты, да, ты знаешь. Поэтому жизнь по закону не только нравственность, это знание этого мира и как жить в нем. Естественно, гармонично, не просто принуждать себя жить по закону, а в тебе естественное стремление должно быть. Я так хочу, от всей души хочу так жить. Вот тогда ты в какой-то степени начинаешь быть похожим на человека. Потому что существо, которое пошло путешествовать сюда, назвать его человеком нельзя. Человек существо, которое живет по закону человечности, по закону Бога. Вот тогда, да, мы постепенно начинаем приближаться к тому, что, говорит, по образу и подобию. Хотя по образу и подобию рождены только первосотворенные. А мы через их прошли, они как бы сотворцы, если можно так выразиться. Они посредники в творении нас. Вот мы можем людьми стать только тогда, когда мы научимся полностью жить по закону. и вот вынырнем мы из этой ямы или болота или нет, это еще вопрос. Потому что из тех очень многих людей, которые приходили за эти 25 лет, когда я работаю, уже отстали многие, многие, многие сотни. Я не говорю, что говорит, тысячи, не знаю. А вот многие, многие, многие тысячи слушают, и из них только небольшая часть начинает на это реагировать, а еще меньшая часть что-то делать начинает. Как видите, идет, как сито просеивает людей. Кому это надо? А свобода выбора говорит, что нельзя никого принуждать к этому. Свобода выбора говорит, хочешь идти, не хочешь, не ходи. Иди туда, куда тебя душа зовет. Пожалуйста, воля твоя. Потому что последствия твоего выбора за тобой. Если тебя позовут, а у тебя будет не получаться. А, меня позвали, тут тяжело, тут трудно, я время потерял, да он ему, вы знаете, сколько мне претензий высказывали по поводу того, а где счастье, где здоровье? Говорю, а где ваша работа над собой? А что, надо что-то делать? А вы сидели 40 раз на лекциях и ни разу не слышали то, что я вам говорил. Человек, наверное, вычеркивает свои обязанности, вот только свои потребности. Это, давай, давай вот это, обещал, давай. Странные люди. Одно ухо слышит, а второе не слышит. Как человек устроен, интересно. Так вот, вернемся к нитям. Каждый раз, когда человек именно ощутительно, эмоция через ощущение, это называется валение в ощущении, а валение в мышлении, оно слабее, потому что генерация мозга намного слабее, чем генерация нашего главного реактора. Еще раз говорю, мозг работает на волне 300 тысяч в секунду, уже астральный мир на пару порядков выше, в эфире там еще на несколько порядков быстрее, в сущности еще быстрее, в духе, это невероятные скорости по отношению даже к эфиру, куда мы еще не пришли. Вы представляете, какую силу в распоряжении мы имеем, да еще поддержанный волей Божией, нам стыдно не победить вот здесь, просто стыдно. И каждый раз, когда мы творим что-то доброе, красивое, хорошее, мы связываемся с какой-то очередной нитью. И чем больше мы творим доброго и хорошего, тем больше крепнет у нас связь со светом. Вот в чем победа, это методика. Почему говорят, спешите делать добро, да вот оно добро, не просто пожелай, вот тому добра, вот тому добра желаю. Вы в моей интонации даже слышите это лицемерие. Ничего ты в кончистоке не желаешь. Ты просто красуешься, да еще иногда думаешь, а Господь, наверное, ты видит, какой я добрый, а? Вот это все, вот мелкотравчатость, какая-то вот лживость такая, настолько человек вот стал гнилой в этом отношении. Я не говорю, что это все, но очень много. Это и есть лицемерие. Потому что признается небом только искреннее добро, когда ты от души делаешь и реально способен на это. Это не обязательно, что ты вот там кому-то что-то подарил, кусок хлеба или там 100 евро, нет. А вот доброжелательность, просто видишь, когда человек в беде, и сразу оценка идет, могу я ему помочь или нет. И видишь, что ну, с человеком еще можно поговорить. Подошел там, что-то подержал, все там это. Начинаешь, как издалека эту тему, так осторожно смотрит. Еще два-три слова, он сразу на меня, в глаза я вижу, что меня уже в сектантстве обвиняют. И понимаешь, что далее помощь твоя невозможна. Объясните ему, почему он дожел до жизни такой. Он не хочет этого слышать. Дай денег, дай то, дай все. Правильно, вот, как говорят, на Западе, в отличие, нас когда-то баловали в Советском Союзе другими вариантами, на Западе говорили, помощь человеку надо не дать ему кусок хлеба, а дать ему лопату. Возьми да заработай. Вот тебе инструмент, вот тебе объект работы. Работай. Ты же здоровый. Ноги, руки на месте, голова на месте. Давай работай. Если человеку даются деньги, не заработанные, это развращает его. Он становится в конечном итоге нахлебником или как говорится, паразитом. И многие сейчас так живут. Жизнь нам дана вот со всеми ее препятствиями. Для чего? Для того, чтобы побеждая в каждом жизненном эпизоде, мы становились менее ленивы. Борьба с ленью идет. Это основная проблема, еще раз говорю. Если мы действительно это побеждаем, причем не нарушая закон, у нас проходит быстро одна жизнь, достаточно, если ты все понял, и уходи. Здесь прошел какую-то школу небольшую, здесь там все намного быстрее идет. И в конечном итоге возвращаешься, блудный сын вернулся на свою родину, то, что в Библии называется рай. И вот получилось так, что так называемое грехопадение, человек больше стал мозгу подчиняться, чем своей душе. С душой всегда Бог связан с духом. А мозг попал под влияние сатаны. Почему? Потому что, чтобы разорвать связь между человеческим я и его земным производным, что нужно? На уровне мышления отрезать его от света. На уровне чувств еще раз отрезать его от света. И тем самым через эти две тучи пройти стало невозможно. Поэтому в свое время когда-то понадобилось крещение. Крещение – это воля человека, которая ограничена, определенный потенциал есть. А вот воля Божия, я ей не даром рисую бесконечность, знак математический, это бесконечная воля через крещение с тобой связывается. И если ты действительно хочешь побороться, она тебе дает помощь, и эта помощь приходит в том числе и сюда. Наводя порядок в голове своей, ставишь в первую очередь во главу угла совесть и духовную задачу освобождения души от вот этого барахла от всего, от своих грехов. Если у тебя начинает получаться, ты их начинаешь перемалывать. Новые грехи тормозишь, их все меньше и меньше, реально только это должно быть. А старые грехи идут через искупление, только что об этом говорили. Прощайте, прощены будете. И то, и другое. Когда вы эти элементы задействуете, естественно, что прежде идет покаяние, а потом уже все остальное. Покаяние – это не пустышка. Искренним покаянием вы перед Богом говорите, я хочу перестать быть преступником, то есть грешником. От всей души, если вы это говорите, это первый камень, фундамент. А второй – осознание смирения, напряжение воли, терпение. И вот тогда начинает складываться что-то. И здесь, конечно, сразу нужно помянуть, о каким образом с мозгами справиться. Потому что нарисовайтесь и голову человека, передний мозг и задний мозг. Раньше, когда мы пришли на Землю, передний мозг и задний мозг были примерно в паритете, то есть они примерно по одинаковой массе были мозгового вещества. Тем самым передний мозг был вот такой и задний мозг такой. Через задний мозг он более тонкие вибрации. И шел прием, прием информации вот этой, сверху. Поэтому сатане было очень важно переключить человека, чтобы хозяином стал мозг передний, который остается всегда в пределах материи. 300 тысяч километров вибрации эти ограничивают человека в плотном мире, в плотной материи. А в более тонкий мир, когда там другие скорости волн и другие вибрации, чтобы выйти, надо с ними резонировать. Вы же знаете, что в резонанс это, скажем так, способ обмена информацией. Вороны, когда попадают в резонанс, это одинаковая волна твоя и верхнего мира. Тогда ты начинаешь видеть и слышать. Но это откровение, в отличие от медитации и в отличие от всяких эзотерических опусов. Это совершенно другое. Я всегда называю, эзотерика это отмычка. А вот в заповеди Божьей выполнять это ключ от небес. Только отмычкой вы откроете только астрал, который сильно испачкан людьми. И бесы вас поведут далеко не туда, куда вы хотите. Сначала будет очарование, как здорово, какие способности. Я и людей лечу, и вижу, и там это, это, это. Как только вас хорошенечко уже упакуют, а потом у вас начинаются проблемы. У кого инфаркт, у кого сердце, кто-то с ума сходит. Я с таким, с десятками имел дело. И с астрологией связанной, и с эзотерикой разного толка, и все, и так далее. В этом отношении здесь надо быть очень осторожным. Даже среди учеников были, которые были, им показалось, что они уже многого достигли, поскольку они что-то уже видят, и все. Вы знаете, говорю, настоящее видение приходит довольно через долгое время. Это непросто. Потому что видению мешают ваши грехи. Вот они. Вы с ними справились? Нет. Если вы видите очень быстро, начинаете что-то это, следовательно, вы попадаете, так как наша церковь называет прелести, вас обманывают бесы. Для того, чтобы посерьезно выйти на откровение, вот Иоанн, откровение Иоанна Богослова. Он был один из лучших учеников Христа. Он был рядом с Богом, можно сказать. Поэтому его вибрации поддерживали, научили его, а потом еще и поддержали. И он единственный, который за апостол получил откровение. Он был способен через несколько лет после смерти Христа принять. Другие уже были неспособны. Как видите, не так просто иметь эту связь. Резонанс это связь, всегда волны, накладываясь одну на другую в соединение. Для того, чтобы принять информацию чистую, вы сами должны быть чисты. будем. Будьте осторожны с этими ранними успехами. Взять даже наших подвижников, таких как Саровский или там Родонежский, видимо, у них тоже были какие-то видения. Они их тоже сепарировали, скорее всего, и говорили, вот это не мое, здесь надо быть осторожным. И только то, что они душой ощущали, правда. у нас есть этот индикатор. И обязательно сверяться, это твое, это от Бога, или же это от бесов. Вот в работе с информацией это самое трудное отделить. Сложно, потому что чем больше сейчас миллиарды людей выбрасывают бесов, они еще плотнее, плотнее, плотнее. Сейчас каждый день уплотняются на миллиарды, миллиарды бесов, выбрасывают люди, плотность растет. В Библии это говорит, что перед кончиной веков антихрист поднимет голову. Вот он поднял голову. Бесовщина сейчас очень сильна, поэтому внешне кажется, что зло побеждает, надвигаются неприятности, возможно, даже вот люди говорят, чуть ли не война уже скоро возможно будет, потому что так ведут себя правительства этого мира. Попытка столкнуть, в конечном итоге подталкивает ко всему этому Люцифер, который этим процессом управляет. Сатана это переводится с еврейского противника. А Люцифер это его, скажем, архангельское имя. Но его способности постепенно ограничиваются, свет пребывает. Сейчас чуть ли не каждый месяц в 2-3 таких водопада обрушивается в адрес Земли. Поэтому ограничивается, он бесится. И вот это все сейчас происходит столкновением. У нас каждая душа, в том числе и ваша, каждая душа, это приложение двух сил тьмы и света. Какая победит в вас, это нужно спросить у вас, насколько вы понимаете серьезность этого процесса, насколько у вас хватит веры, настоящей, духовной, а не бормотания о вере, насколько у вас пойдет процесс в сторону действительно причастия к Слову Божьему. Ведь причастие ко Христу, что такое? Просвора и когор это символ. Я всегда говорю, хождение в храм, да, это здорово и хорошо, ходить в храм, послушать умного священника, богослужения, красивые песнопения, вот, если иногда хор очень красивый, такой голос, прямо чувство мороз по коже идет, это здорово и хорошо, все здорово, только если вы еще при этом работаете над собой, если идет изменение вашего характера в лучшую сторону, не только внешне, приобретая лоск дипломатический, но и внутренний мир, мысли и чувства, держи очаг помысла в чистоте, нам тоже Иисус сказал, а когда вам трудно, вспомните еще одну фразу, бди и молись, о чем это? Будь бдителен, то есть 24 часа в сутки нас бесы опекают, они пытаются проникнуть в нас, мыслишки создают как бы вот так и так, чтобы свалить нас и сбросить с этой дороги, а мы должны это знать, чувствовать и упреждать их вот эти попытки перекрыть нас. У очень многих, к сожалению, через голову идет перекрытие веры, в веру человек лишается, как только вера закрылась, человек остается один на один со своим прошлым, со всей тьмой земли, и тогда очень тяжело становится, поэтому первое, что вы не должны потерять, это веру, есть вера, значит, есть крестная сила с вами, нет веры, помощи, вы лишаетесь. Опять, та же самая свобода выбора. Бог говорит, если вы хотите от меня помощи, будьте добры, как минимум в меня верить. И я смотрю, да, вы начинаете открываться, в вас пошла сила, а теперь по свободе выбора, ко мне идете или нет, что значит идти к Богу? Значит, вы должны уменьшать грехи и в смирении принимать свое прошлое. Вот эти два элемента работы над собой должны быть регулярно. Если вы не делаете того или другого, значит, вы топчетесь на месте, а раз топчетесь на месте, вы не идете. Закон движения, напоминаю. А раз не идете, Бог говорит, и я к вам не иду. Видите, как законы действуют? Лентяев не любят, но не любят небо лентяев. Почему? Потому что лентяи не нужны в небе. Царство Небесное, сила и духа берется. Мы пришли сюда слабые духовно. И для того, чтобы стать сильными духовно, должны разогнать лень свою. Это основная эволюционная задача. Духовную лень именно. И направленность наша должна быть к свету, а не к земле, прикована цепями. Прибыли, какие-то развлечения. Многие утонули. Кто вот? Дети для них, это предел жизненных задач. Детей воспитать, вытолкнуть их в мир, чтобы они были богатыми, здоровыми. Да, все родители этого хотят, но это же не главная человеческая задача. Да, мы должны поколение поднять и сделать его лучшим, чем мы были. Но и то, что они были лучше, мы должны дать им пример. А мы этого примера не даем. Поэтому наши дети растерялись и начинают жить самостоятельно. Чуть ли не с 10-летнего возраста. Потому что брыкаться начинают, попадая в среду, где агрессии полно, глжи полно. Когда с первого класса уже и девочки матерятся, слушаешь, думаешь, кошмар какой-то. за короткую, небольшую жизнь, вот мою, можно сказать, я смотрю, насколько перевернулось все. Еще 20 лет назад так не было, еще 20 лет назад так не было. А уже сейчас есть. И никто удержать этого процесса не может. Бесы просто резвятся сейчас. И дальше, наверное, будет еще хуже до самого конца. У Абдуршина есть в этой книге похожее на Библию выражение. Если там Антихрист поднимет голову, то есть зло будет таким. А у Абдуршина сказано, что если бы видели, какая жуть к вам приближается, вы бы вздрогнули, многие из вас даже не вынесли бы, было бы жутко. Поэтому для вашего же блага будущее вам не показывается. Я думаю, это здорово, потому что у них просто ноги и руки отнялись, как когда жуть какую-то видишь, что тебе неизбежный конец. У многих людей просто полный паралич был от страха. Поэтому этого не показывается, и сроков не называется. Не нужно нам этого знать. Почему сказано, не Ангелы Небесные, никто не знает, кроме Отца Небесного. День и час. Тоже Библия об этом говорит. И еще Библия говорит, что такого ужаса, который на вас надвигается, не было от сотворения мира и более никогда не будет. И рассказывается в этой главе Матфея, это 24 глава Матфея, что при каких обстоятельствах глаты, моры, войны, военные слухи, землетрясения, наводнения и прочее, 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 это все начало болезни, а потом придет еще одно Евангелие Царствие и тогда и наступит конец и будет провещено по всей земле. Вот оно, оно идет по земле сейчас, Евангелие Царствие Второе. А его мало кто принимает за Евангелие, вот, к сожалению. Хотя это переведено на многие языки, вот, и родилось на немецкой земле издательство, сейчас до сих пор находится в Штутгарте. В этом движении тоже раскол происходит, скажем, какой-то, но, скажем так, я считаю, что нам пока этого и не надо, мы должны раскола в себе не чувствовать. Персонально каждый человек должен собрать свою волю в кулак, все свои силы, способности и поставить свою работу духовную, как говорится, во главе угла, то есть на первое место. И в этом тоже Библия нам подсказывает, где богатство, там и сердце твое. Человек будет обслуживать ту цель, которую реально внутри считает главной. А когда он декларирует, душа, душа это даст здорово, бог, душа, я там туда изо всех сил, а все существо туда, к развлечениям, к деньги, к прибыли, это не обязательно так просто. Это бывает, что загрузка какими-то проблемами земными, у кого с детьми сложно, у кого с заработкой, с работой сложно, иногда за квартиру нечем заплатить. Обстоятельства у многих довольно сложные и тяжелые, но напоминаю, что все эти обстоятельства нами заслужены. Как только я натыкаюсь, я помню, особенно ранее путешествие было, я всегда себя останавливаю этой фразой, я это заслужил. что ноешь, давай вперед, еще шаг, еще, ну не могу, казаш, не могу. Я думаю, кто это за меня говорит не могу? Я же могу еще? Могу, ага, опять сидит, кто-то меня воспитывает там, опять через голову. Поэтому далеко не все, что вы в голове слышите, это ваше. Бесы формируют мысли от нашего имени, от первого лица. И нам кажется, что это наше мышление. Вот отделить, что наше, а что не наше, мы обязаны. И победить, и поставить мозг на службу нашему духу, то есть себе, а не против. Мы обязаны, и без этого ничего не получится. Этот элемент, к сожалению, нигде и никогда человеку не давался. Откуда я его взял? Почему? Ведь запускал меня на этот путь ни об дуршин, ни книга. Для многих людей книга была началом толчка. А у меня это началось просто, когда беды меня настолько придавили здоровье и обстоятельства, что душа взвыла. И вот когда она взвыла, видимо, корка слетела от этого такого самоуспокоения, что все как-нибудь пройдет здорово и хорошо, как-нибудь доживем эту жизнь, а оказывается, не получится, мне сказали. Не получится, все, конец тебе. Вот какие у тебя обстоятельства. Либо от болезни сгинешь, либо обстоятельства такие, что либо пойдешь воровать, потому что заработков нет, пойдешь на компромисс с совестью, либо что ты найдешь. И вот, когда я уперся, говорю, я не хочу воровать, я не хочу мошенничать, как многие зарабатывают, нечестно. Не обязательно какое-то вульгарное воровство там это, нет, а можно товары делать из плохого, качество продавать их как хорошее. И многое, что другое, можно, скажем, связать свою совесть и так далее. Я говорю, я не хочу. Неужели нет жизни такой, что и в совести остаться, и в то же время жить достойно. Не надо быть богатым, но хотя бы, чтобы хватало на текущую жизнь. Больше бы не надо. Оказывается, можно. И вот, когда это напряжение души резкое было, такой был выброс, фонтан вверх. Господи, ну, есть такое или нет? И вот тогда первый диалог возник, состоялся вернее. Вот, потом через какое-то время пошли немножко подсказки. Я говорю, я согласен. Я, конечно, не понимал, что я, действительно, что-то состоялось. Мне показалось, что это какая-то игра разума. Вот, но через какое-то время я стал понимать, что мне совершенно разумные вещи, хотя для меня очень неожиданные, подсказки пошли. Я стал делать, думаю, попробуем, а что будет? Ну, посмеюсь над собой, если это неправда, если ничего не получу, но месяц-два посмеюсь над собой. А у меня стало получаться. Я смотрю, элементы какие-то начали складываться. Тогда думаю, а это мне любопытно уже. Я пойду дальше. Еще шаги, еще шаги, и потом просто обалдел, думаю. Оказывается, мимо меня шла жизнь, которую я не замечал. Очень важная жизнь. А я барахтался в своем. Я обеспечиваю семью, там, какую-то карьеру строил. Какой-то, думаю, у меня это впереди витал. Ой, какая-то будет дача, там огурцы, буду сажать розы. Вот. Буду сидеть на диванчике, греть на солнце пупок. Ой, какой счастье. Иногда у меня приходит такой и думаю, да это же скучно. Где-то душа, видимо, протестовала против этого варианта. Скучно сидеть. Ну, конечно, так. Вот. И вдруг вот это вот состоялось. Это первые элементы связи, потом больше, больше. И в конечном итоге я получил совершенно другое окончание своей физической жизни. Она, правда, еще не кончилась, но перестал бояться этого конца, потому что когда ты побываешь по ту сторону тела, начинаешь понимать, что это, как, по-моему, Эмили Диккенсон есть стихи такие. Наш мир не завершение, там дальше новый круг, загадочный, как музыка, вещественный, как звук. А вот вторую часть не помню, что и перед жизнью, наконец, должен каждый мудрец пройти как бы туда, и я уже не помню окончание этого стиха. То есть я понял, что я, оказывается, еще толком и не жил. Вот она, жизнь началась. Почему я считаю, что день рождения у меня состоялся 25 лет назад, так что у меня возраст в общем-то небольшой. И давайте все-таки вернемся к тексту, к нужному. Значит, с мозг. У нас препятствия сильные, передний мозг. Тут я вот начал рисовать, что был паритет когда-то мозга. Из-за того, что мы стали больше нагружать переднюю, рассудочную часть мозга в ущерб заднему мозгу, который ведал приемом точной информации. Как только мозг стал прибывать, клеточная масса, потому что вся функциональность, которая востребована, допустим, закладывается в следующее поколение, генетически, что востребовано человеком, то и начинает превалировать. Вот превалировать стал больше передний мозг, чем задний. Под нашептывание сатаны. А зачем вы Бога слушаете? Вы сами богами станете. Да вы такими самостоятельными станете. В нас начало раскачивать чванство, тщеславие, поскольку Люцифер сам пала за тщеславие. удалившись на целые миры от Бога, он не устоял. И он посчитал, что он не хуже, чем Бог. И он может такие вещи тут творить. Если Бог сказал, ты помоги людям, чтобы они постепенно, постепенно курируй, чтобы они постепенно стали людьми, вот эти вот заготовки, так он ввел вот этот соблазн. Если ты не соблазнился какими-то вот этими моими силками, проходи, пожалуйста. А вот если ты здесь и здесь и здесь начинаешь нарушать закон, то есть соблазн попадаешь, тогда ты извини, ты не пройдешь. Он враг не Бога, он враг людей. Богу он не может ничего сделать, а вот людям он сильно навредил. Но тем не менее сатана никогда никого не заставлял. Свобода выбора всегда остается. Закон нерушимый, и сатана его не может нарушить. Просто из-за того, что люди еще не совсем окрепли в этом путешествии по земле, многие пали жертвы соблазна. Видимо, были и духи, которые устояли и прошли, и они давно уже там. А вот те, кто не прошли, а кто пали жертвы соблазна, так и здесь и остались. И понадобились новые воплощения, новые воплощения, новые воплощения. Сейчас мы о них поговорим. То есть как только за, видимо, уже за миллиарды лет огромное количество поколений все больше и больше развивался передний мозг в ущерб вот этому, то есть вот эта мощнейшая радиостанция полностью заглушила ту часть мозга, которая не востребована осталась. И мозжечок наш перестал давно уже принимать эти сигналы от своей души, от Бога. Может быть, не у всех, но если есть такие люди, их исчезающее малое количество. Вот. Это, скорее всего, настоящие верующие, в каждой религии есть такие. Вот. Это не значит, что какая-то религия совершенно идеальная, а другая совершенно плохая. Да, есть, которые больше сохранили жизни, есть такие конфессии. Вот. Но в каждой конфессии есть достойные люди, которые, может быть, даже не подчиняясь догмам, сами находят путь, хотя они об этом ничего не говорят. Поэтому, потому что их конфессия может с ними расправиться. И они скрывают это. Так вот, получив вот такой передний мозг, это и есть первородный грех. Вот он. Потому что каждый раз, когда человек рождается, поколение за поколением, этот мозг становится больше и больше. В этом и есть суть первородного греха. Мы выбраться из-под давления своего же рассудка не можем. Своего ли? А сатана-то как раз и говорит. А вы давайте думайте. Интеллект надо развивать. Надо знать английский, французский, немецкий, такой-то и китайский учите. Вы будете такими интеллектуалами. Идет такой мощный, вот чтобы человек был такой умный, такой ребенка уже там в пять лет заставляет учить языки. Заставит человек, чтобы он уже к десяти годам желательно диссертацию защитил. Ой, какой у меня ребенок. Вот посмотрите, какой им этот тщеславие тешатся родители. Что он обогнал всех. Да вы никто там какие-то эти прыщики тут бегаете. А у меня, вот видите, какой уже вырос гений. И вот это вот культивируется, культивируется. Деньги такие на это тратятся. И средства массовой информации. Все вот это, 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 это. И никто не думает о духе. Еще Аристотель сказал, что умный человек без духовной, без совести, это страшное существо. Потому что рассудок рационален. Без тормозов совести он и творит то, что сейчас мы видим на земле. Что глупые люди творят это? Да нет. Они настолько хитры, настолько изощренны, что против них вот основная масса-то и не тянет. Они такие вывертые, такие интриги идут на международном уровне, везде, в корпорациях. Абсолютная совесть потеряна. Вот. Ну так что ж. Нам сказали когда-то, что так будет. Перед антихристом поднимет голову перед кончиной веков. И ярость тьмы перед концом будет неописуема. Мы это чувствуем. Скорее всего, это еще не край, а дальше будет похуже. Как бороться с этим? Я столкнулся буквально в первые же дни, когда я пытался вот тут сидя под этим гнетом своих туч, пытался понять, что же мне надо делать, чтобы все-таки стать невиновным перед волей Божией. Я думаю, если я грешник, то есть я же не святой, нет. Если я грешник, то есть преступник перед лицом Бога. В чем конкретно мои преступления, и что я должен делать? Пытаюсь мыслить, а у меня в мозгах такое начинается. Ой, бесы всполошились. Еще один просыпается. Ай-яй-яй-яй. А ну-ка все сюда. Everybody help. Мы его сейчас... И начинает мне такое в голове. Я просто обалдел. Напрягаюсь, напрягаюсь. Один день, второй день, чувство, не получается ничего. И делаю вывод. Значит, мои мозги мне не принадлежат. Это был первый серьезный такой прорыв. Я понял, что я себе не принадлежу. Фактически мозг, который мой управляет, я его не могу заставить анализировать свои отношения с Господом. В чем я не прав? Я стал искать способ, когда... Каким образом вот это... Я не буду уже все рассказывать, это довольно долго, мои опыты. Я вам только саму квинтэссенцию. Я в конечном вологии нашел, что усмирить можно попыткой строить образы. Причем не просто образы разные, а их надо связать в определенную логическую цепочку. Вот. И я понял, что вот технология очень в этом помогает. Вы же знаете, что какие-то процессы, они технологичны. что один элемент всегда вызывает необходимость другого элемента, третьего, четвертого, пятого, в любом процессе. То есть, конечно, сформированным, с определенной целью. Можно приготовить блюдо, вы знаете, что одно за другим обязательно. Может какие-то варианты быть, но все равно в начале это продукты, а конечный результат – блюдо. Но между продуктом и блюдо есть целая цепочка всевозможных действий. вот если вы что-то знаете, вы можете это проглядывать и мозг это видит, как бы я начинаю строить формы. И последовательно этих форм когда-то я понял, как только я это делаю, у меня перестают вот эти натикания, мне становится легче. Сначала, конечно, было трудно вот свое, настоятельность своем. Для того, чтобы твои формы победили формы бесовщины, что нужно? Воля и терпение, напрягайся, чтобы твоя воля была сильнее воли этой тьмы. Они же тоже волевые, товарищи. И день и ночь меня пасут. Как передавить их? Вот их воля, вот моя. Естественно, моей персональной воли не хватит. Я один, а их миллиарды. И они связаны в цепи. А что для... А у меня есть вот это. Пошли молитвы. Вот, все-таки я в детстве крещен был, а потом я получил еще крещение в монастыре через полгода на такое уже настоящее, то есть духом святым. И вот тогда пошли серьезные победы, продвижение. Пошло, пошло, пошло. Тем самым я к чему веду? Что мы мозг можем подчинить духу, совести, но только надо знать как. Вот я вам одну такую подсказку. Не обязательно это блюдо. Это ваш маршрут, скажем, от этой точки до дому, пусть пеший или на чем угодно. Все, вот буквально вы выходите из квартиры, закрываете дверь, закрыли ключ, положили в правый карман, помню. Дальше подходите, лифт, нажимаете кнопку, подъезжает лифт, открывается дверь, вы садитесь, дверь открывается, вы в лифте, едете, дальше выходите из лифта, выходите из подъезда, машина ли, вы идете в метро или на трамвае, все вот это последует, вы это видите. Тем более, что вы ходили этим маршрутом неоднократно. В чем сила ваших образов? Что вы знаете, последовательность этих образов, они практически непрерывны. И бесы между этими образами втолкнуть себя никак не могут. Понимаете? Вы в своем маршруте, как ограничены определенной стеной знания вот этих моментов. Понимаете, суть какая? но я говорю, вашей воли не хватит, чтобы передавить, а вот при помощи крестной силы бесконечность Творца, когда вам в поддержку приходит воля Божия, вот тогда да, тогда вы способны. Потому что крещение дает, что ваша духовная воля, это может быть крохотный пятачок, и она с этим огромным массивом не справится. Но когда воля Божия вам дает столько, сколько надо для победы, столько и бери. А брать ты можешь ровно столько, сколько хочешь. Опять же, ваше желание и есть ваш двигатель и ваши способности, потому что желание формирует направленность и сила вашего желания, и яркость связи, и масштаб связи дает. Почему, когда человек очень энергичный, волевой, когда у него вот трясет вот это хочу, вот тогда и есть настоящая связь, настоящая вера, формируется намного сильнее чем когда человек вяло, он не уверен в чем-то вот в этом-то и есть как раз вред мнительности. Нужно быть ярким. В душине тоже есть ярко-фиолетовый выживут. Что такое ярко-фиолетовый? Фиолетовый цвет это цвет правильной ауры. То есть ты получаешь свет и не искажая этот свет передаешь его близким своим природе, то есть ты не пачкаешь мир, тогда ты фиолетовый. А если ты еще и сильный, от тебя этот поток идет в несколько раз сильнее, чем может окружение, тогда ты ярко-фиолетовый. Это и есть Царство Небесное силой берется. Естественно, не только силой, но и твоей правильностью. Но здесь подчеркивается, что ты еще и сильным должен быть, воля твоя должна быть сильнее, чем то, что на тебя надвигается. Ведь сказать бы, вот человек поверил Богу, пошел к Нему и сказал, Господи, ну за что же такие вот вокруг-то мучения, они меня достают, мои близкие меня достают, и дальние меня достают, и на работе достают, и на улицах хамят, и кругом меня попытка обмануть, и так далее. Да что такое вот это вот? Зачем нам это окружение дано? Да чтобы мы опять в лень свою не попали. Вы думаете, что проблема, Господа, вот это все смахнуть? Нет проблемы. Но только если человека оставить без нагрузки, мы ровно через два дня опять уснем. и храп такой будет по земле, знаете? Вот поэтому спать нельзя, спать нельзя. Это как вот в снег человек устал, да сейчас 15 минут полежу, отдохну и пойду дальше. И замерзает насмерть. Вот похожая ситуация сейчас. Если мы уснем, мы замерзнем насмерть, потому что все челюсти спит, оно уже замерзло. Это как застывшее царство, сказка, где приходит кто-то и его размораживает. Все эти сказки в какой-то степени соответствуют и правде. Что кто-то должен прийти сюда и разморозить это царство. Есть тоже в этой книге Вешпумпом в главе «Жизнь», что для того, чтобы разбудить людей на земле, нужно в этот мир прийти искра жизни, Бог есть жизнь, а остальное все производное. Никто не есть жизнь, и человек, и дух не есть жизнь, только Бог есть жизнь. И пока Бог с нами, мы живем вот это излучение, и мы его получаем, этот луч, мы им пользуемся, и никогда благодарны Творцу, особенно-то и не бываем. Вот кто-то нам там, не знаю, что поможет из ямы выбраться, мы какие благодарны, кто-то нам носки на 8 марта подарит, или на праздник, мы тоже благодарны, но то, что нам жизнь Господь подарил, почему-то, мы об этом забываем, что мы живем за счет этого, причем давно, давно, очень давно, и наши дети живы, и прочее. Так вот, вернемся сюда, то, что я говорил о воплощениях, официальная доктрина религии считает, конфессии, что мы живем один раз, это неправда, потому что, если человек нагрешил, вот, скажем, жил какой-то мальчик, постепенно, постепенно превратился в старичка, за это время он набрался столько грехов и умер, а кто искупать за него будет? Ну, дети до седьмого поколения, бедные дети, получается, что грешил один, а дети будет искупать, естественно, что это в какой-то степени, мы потом этого коснемся. И есть тут своя линия, но она не совсем такая, как нам предлагается, вот, потому что вторая жизнь, если дается, человек через, может быть, через 500 лет или через 5000 лет дается еще воплощение, а может через 200 тысяч лет, мы не знаем это, и я не знаю, но когда эта душа, которая приходила и напачкала мир, приходит в следующий раз, у ней карма начинается сразу с первых же дней, потому что за новую, новую карму он еще не заработал, а вот старая приходит, а если прожил еще 5-6-7 жизней или 10, вот все мешки вот эти собрались, и тебе вагончик такой за тобой пристегнутый, катится. Почему тогда вот наши дети сейчас, многие очень страдают, никакая медицина, и медицина не очень хорошая стала, но в то же время и здоровье детей, и у матерей стало слабое здоровье, и у отцов слабое здоровье. Мы генетически не даем ребенку по-настоящему здоровье. Мало того, и сама медицина, к сожалению, борется только с последствиями, то есть срезает верхушки сорняков, а корни остаются болезней, а корни болезней мы перед Господом не правы. И опять же, мы это оставим потом, иначе сейчас опять уйду в сторону. Здесь важно понять, что набрав колоссальное количество грязи, мы сейчас стоим, вот как баран перед воротами, а что делать? Я такой был, тоже стоял, ну что делать-то? Я когда посчитал, сколько за мной грехов, а если еще и прошлая жизнь, это все, конец мне. А потом так думаю, ну что же ты сразу сдаваться-то? Руки, глаза боятся, руки делают, давай попробуем хоть что-то сделать. Когда начал делать, оказывается, можно. Причем интенсивность процесса увеличивает, за счет чего? Если я работаю на себя, естественно, что идет процесс, что посел, то и пожнешь. Я в смирении принимаю, принимаю, меня хлещет судьба, я терплю, ну прощаю, что же теперь сделаешь? А оказывается, если ты еще даришь добро, то этим самым списываешь много. Чем больше добра ты творишь, тем больше этих мешков сейчас слетает, слетает и слетает. Вот поэтому моя работа в конечном итоге в ваш адрес есть тоже списание прошлого, причем достаточно серьезное. серьезное. Вот. И бывают неприятности из-за того, что я работаю в этом ключе. Но об этом, кажется, не суда говорить. Вот. Значит, над чем мы остановимся? вот несколько жизней каждый раз человеку дается возможность искупить карму, причем когда очень удобный момент. И я думаю, все вы или почти все через это проходили. Родился человечек, мальчик или девочка, достигли возраста там 12, 13, 14, 15 лет, укажем это по-своему. Так называемая половая зрелость, когда приходит эрос. У меня это было, когда я сидел там в шестом, седьмом, восьмом классе вот эти годы. И мне настолько иногда такое внутри было. Я не мог слушать преподавателя, когда учитель там что-то говорит, там. А у меня, я просто уплываю куда-то. Мне так хорошо. Вот. И в это время я стал обращать время на девочек. Но это было не главное. Нет, девочек это было. Это нечто было более высшее. Я только не мог понять, что это такое. Вот такая какая-то внутренняя тоска и красота. И это во мне ходит и туда, и сюда. И я не знаю, куда это девать, на кого это выплеснуть. И говорить об этом даже не с кем. Вот. Что делать? И вот Абдушин как раз и объяснил, в этой книге это и есть, что ребенку в этот период, когда приходит эрос, мозг еще не вступил в права передней. Человек еще не изуродован интеллектом, как сказано в одном фильме. у него в этот момент, если его направить правильно, не пугать его, ах ты, ты что там, в кого-то влюбился, что ли, и издевательство начинает, и друзей, и родителей, потому что невежество родителей, и окружение порочное, к сожалению, на нет сводит вот эту способность человека сбросить карму, играючи, вот здесь именно дается. Это важнейший, один из важнейших элементов, как я говорю, спасательный круг для человека, каждое поколение, каждое воплощение новое. Вот оно, зачем дано. Вот, если бы родители сказали умные, что давай поддержать вот эту тонкость отношений для твоей папы и мамы, хотя бы мама должна вот это ребенку преподнести. Вот, если удастся это сделать, значит, у него быстро пойдет списание. Не надо бояться, что он влюбится там в девочку или в мальчика, да пусть. При чистоте отношений они никогда ни в каких интимных отношениях и не подумают. Им будет просто очень хорошо друг друга передавать, светить друг другу глазами. Просто надо обязательно контролировать, чтобы они вот бесы их не направили туда, куда не надо. Эбдушин тоже об этом пишет, что в этот момент, когда эра вступает в права, у человека возникает способность духовно любить. Идет такой мощный всплеск вот этой силы любви, но ее же надо направить. Должен быть куратор, кто правильно и грамотно направит человека в нужную сторону. К сожалению, я думаю, ни у кого этого не произошло. Вот есть один фильм, я уже не помню, как называется, когда мальчик и девочка одноклассники любили друг друга, влюбились. Вот, а родители, мать у девочки была нормальная, ее играет, по-моему, это... Вот у мальчика там вплоть до бабушки Пельцер, там его... И закрыли, он там прыгал, ногу ломал, и все, насколько они друг к другу стремились. Может, у них в будущем ничего не получится, может, они до брака не доживут, поскольку первая любовь не всегда заканчивается. Потому что, если девочка под правильным руководством в данном случае развития этого фильма пошла бы через веру открываться Богу, а мальчик бы не пошел, она бы сама сказала, я не могу с тобой быть, потому что теряется вот эта связь. И если один открывается и начинает получать верхнюю любовь, а другой на это не способен или не может, или не хочет, тогда обязательно разрыв идет. И Библия об этом тоже говорит. Как видите, сколько нам сказано в Библии, я принес не мир, а меч, и разрублю все ваши связи между мужем и женой, между матерью и дочерью, если вы не в любви живете, если вы будете больше любить своего ребенка, жену или мать, или что, не войдете в Царство Небесное, что он запрещал любить нам близких? Нет. Здесь совершенно иная подчеркивается линия, что если вы поставите свою веру духовную меньше, чем наши земные отношения, интимные, или ребенок, или что, вы не войдете. Почему? И многие знают, почему вы теперь в опыте. Когда ребенок иногда не слушается, когда начинает тебя доставать и так далее, и так далее, или мама, которые вот тебе пытаются просто трамбовать с утра до вечера, ты не так живешь, что если ты начнешь подчиняться или раздражаться хотя бы в этот, ты начнешь терять высоту, ибо ты без раздражения в адрес ребенка, или в адрес матери, или в адрес соседа, не важно, откуда. Главное, что тьме, надо тебя вывести из баланса, вывести тебя из гармонии твоей, чтобы ты слетел, сошел с этого маршрута. Это главная задача тьмы. Почему и сказано, враги человека домашнего, легче всего достать дома, через детей, через мужа, жену, через маму, папу, и так далее, и так далее. Легче всего, потому что мы непрерывно возвращаемся в свой дом, и там начинается действо, обязательно. И слабый там всегда будет доставать духовно сильного, всегда так было, это закон. Потому что через слабого тьма долбит, и долбит, и долбит, поэтому становится невыносимо жить с духовно слабым человеком, если он действительно пошел. И разрыв тогда неизбежен. Это и есть тот самый меч, который Иисус говорит. Разрублю все ваши связи. Потому что в данном случае, если один человек не желает работать и тонет, а тогда Господь не позволяет, ну скажем, второго стащить, тот, который идет. и тогда возникает охлаждение. Не хочу сначала физическое охлаждение, а потом становится просто невыносимо быть рядом. Не хочу я быть. Мне не то, что противно. Меня вот трясет уже то, что вот нехорошо от него. От его тембра голоса. И так далее, и так далее. И чем ты чаще и выше становишься, тем более непримиримая твоя душа становится к той грязи, которая присутствует рядом с тобой. И человек может тебе даже ничего не говорить. просто обычная интонация. Ну ты в этих интонациях слышишь бесов, которые тебя царапают и царапают. А человек этого даже не понимает. Ты ему говоришь, мне плохо от тебя. Он говорит, что я тебе плохого делаю? Почему он своих бесов не видит? Почему он не видит своих ошибок? Потому что он-то закрыт от своей души. Его главный сканер не работает. Он себя не видит, что он творит. Помните? Господи, прости им, не ведут, что творят. Вот люди не ведут, что творят. В том числе и в семьях. И когда он закрыт, естественно, что физику уже говорю, что рассудок 300 тысяч кинетов в секунду можно просканировать только более быстрыми волнами, которые в 2, на 3, на 4 порядка. Это твоя душа. А если душа сюда не пришла из-за грехов, она там не может войти, тогда ты ничего не видишь и не слышишь. И удивляешься, что же я тебе плохого делаю? Начинается еще больше агрессии. Да ты, кто такой, я тебе ничего не знаю? Обижаться начинают. Еще хуже, хуже и хуже. Вот что происходит. Это реалии, которые многие из вас переживают и в дальнейшем могут переживать. И наступает, наконец, момент, когда резинка натягивается, конечно, лопается. Говорит, вот здесь не могу больше, я не хочу. Все, я ушел. И уходишь не к кому-то, а просто уходишь из дома, потому что оно это невыносимо. Я лучше буду в ящике жить, в собачьей будке, чем вот в такой обстановке. То есть уже куда угодно можешь уйти. Вот вы понимаете, да, что каждое воплощение, оно дается нам не напрасно. Это помощь. Еще раз уйти из-под гнета переднего мозга, для того, чтобы попытку сделать, стартовать еще раз. Следующее поколение еще раз, и еще раз. И каждый раз тебе тьма через неверство накладывает. Не пройдешь, не пройдешь, не пройдешь. Вот. В этом и есть беда родителей. В этом и есть их страшная вина перед детьми. Вот в чем беда и вина. А вот то, что генетически передается, это мне, когда давно я приходилось лечить людей, ну, когда некие вещи исследуешь, такое генеалогическое дерево. Вот, скажем, любой человек, вот его точка рождения, это его личная жизнь, сколько там дед, неважно. Вот его сегодняшний момент. А до того, как он родился, был период беременности. Вот это 9 месяцев, так, в норме. Мама вынашивала. А до этого, скажем, жили двое вместе. Папа и мама. Вот, скажем, папина линия, вот мамина линия. У мамы есть свои родители, у папы свои и так далее. Вот оно, генеалогическое дерево. И вот как раз-таки из поколения в поколение какие-то превалирующие черты характера, скажем. Ну, человек очень раздражителен, обидчив, или там, тщеславен. Вот оно идет. Вот оно отсюда. Отсюда свои, по линии мамы свои какие-то ошибки идут, по линии папы свои. И в конечном итоге они сталкиваются, чем-то они друг другу понравились, не важно, где-то ссоры происходят, вспышки вот этой тьмы, где-то друг другу непрощение. Почему иногда первенцы лучше бывают, чем потом, по характеру? Не всегда, конечно, но чаще всего. Из-за того, что если есть любовь, потому что свежие отношения, когда еще они не перессорились 27 раз в день, только встретились, и вот они через какое-то время, когда они очень благоприятно друг к другу относятся, тогда и более-менее нормальная душа приходит. А вот потом уже, когда давай, мы же второго заведем, да? А в это время уже, а то поздно будет, уже совершенно другие мотивы. Не то, что я хочу вот этого маленького, это существо, которое меня вот греет душу, я так хочу ребеночка от тебя, это один мотив. А когда там из каких-то рассудочных соображений, это совсем другое. Вот. Ну и получается, что мама притянула по закону подобия одно, папа по линии какие-то свои эмоции превалирующие. И тогда вместо того, чтобы если они были оба чисты, идеально, скажем, пришли чистый папа и чисто мама, родились, тогда бы вот настолько пришла бы душа светлая, а если они вот такое вот творят, вот там черная линия, тогда еще и друзья у них, у папы, может, какие-то друзья сидят в бане, там, обсуждают всякую пакость, у мамы, может, какие-то интриги, там, лицемерии, что все это в сумме, окружение мамы, окружение папы, друзья приходят, у кого там похоть, кто-то пытается маму соблазнить, кто-то папу пытается соблазнить, когда даже удается, и вот это все ложь, и так далее, в конечном итоге накладывает, и причаток на плод. Кто придет сюда? Отсюда придет из этого банка душ, или из этого банка, или вот из этого вообще банка. Иногда родители более-менее, а вот приходит вот такое, потому что окружение такое. Ты допускаешь в свое поле людей, открываешься им, потому что с ними приятно выпить, или приятно обсудить какие-то сплетни с своей соседкой или с подругой, и все это в сумме, вы не понимаете, насколько это накладывает, накладывает, накладывает. И этих десятки и сотни вот этих тонких моментов, которые мы должны знать, для того, чтобы в конечном итоге и детей готовить к жизни немножко в другом варианте. Это наша обязанность родительская. К сожалению, когда поздно об этом узнаешь, думаешь, оу, сколько-то прохлопали. Вот здесь как раз, когда приходит существо, вот рожденное такой парой, вот генетически, почему иногда повторяют болезни родителей, мамы и папы? Потому что эмоциональная линия мамы эмоциональная линия папы. Естественно, не генетика папы и мамы создает, а именно эмоциональный фон создает. По закону подобия притягивается примерно существо, с такими же, в прошлом, с такими же ошибками. По закону подобия. Какой-то пугливый, обидчивый и тщеславный, значит, придет примерно такая же душа. Почему? Потому что сразу будет на своем опыте испытывать нагрузку. Вот это не нравится, не нравится от папы и мамы, вот это. И может быть, какие-то качества и попробует убрать до того, как станет взрослым. Еще можно помянуть вот то, что индусы называют чакры. То есть чакры — это белый свет, который на уровне эфирного мира расходится на семь лучей. То есть белый свет рассекается на спектр, потому что в белом свете при рассечении его и удалении от более быстрых волн луч уже не держится воедино, он начинает растекаться. Я так нарисовал горизонтально, вертикально их рисуют, потому что как бы они в теле расположены, вот это тело ходит вертикально, если мы ляжем на бок, они будут лежать горизонтально. Никакой геометрии здесь не надо подозревать. Почему? Вы сами знаете, излучение, оно не имеет геометрии, оно распространяется одинаково во все стороны и непонятно откуда, правильно? Главное, что должен быть источник и должен быть приемник. Все. Поэтому я рисую это абсолютно, так скажем, искусственно никак, для того, чтобы изложение вам было понятно в двухмерном пространстве. Так вот, скажем, за духовную лень нас бьет первая чакра, физическое здоровье. Тут даже и позвоночник там и прочее. Вторая чакра это неверные отношения с мужчиной, с женщиной, женщина с мужчиной, с детьми, с подругами, с родителями. Вот здесь зависть идет по линии. Кто-то более красивый, чем я. Кто-то там имеет больше или лучше жену или мужа, чем у меня. Именно вот такой вариант зависти. Третья чакра это жадность, это вот имущественное, это отсутствие веры, это страхи, вот эти мнительности и прочее. Здесь четвертое, это жестокосердие, отсутствие женственности или мужественности, ну и многое другое. Частично обиды даже сюда бьют. Вот. Неспособность вот включить любовь вот эту такую более чувственность. Наверное, насколько люди замороженные, что там не только ощущения, там и чувства-то нет. Как робот живет, в глазах это видно. Вот. И по интонации голоса видно, что у него срезано что-то, у него очень узкий диапазон связи с внешним миром. Это четвертое. Пятое. Это тщеславие. Это обида, раздражение, уныние. Вот. Ну, тщеславие, я сказал, и гордыня тщеславия, это одно и то же. Ну, что еще здесь уже, я не буду все перебирать. Шестая. Это когда человек ведом ложными идеями. Фанатизм, национализм, какие-то другие еще измы, измы, материализмы. Вот. Сразу голова. Недавно была передача, второй раз я ее смотрю, как болезнь Альцгеймера. Кучу народу укладывает, укладывает. Что такое Альцгеймер? Знаете, да, что, ну, грубо говоря, голова превращается, мозг превращается, как сыр. Дырки появляются. Материя исчезает, нарушаются нейронные связи и прочее, прочее. Человек теряет память и много, что функционально теряет. И смотрю, Маргарет Тэтчер, Шон О'Коннери показывает циографии, кто-то из президентов Америки. Известные лица пока, это только известные, прямо одно, 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 одно. А еще таких тысячи, тысячи, тысячи по всему миру. Почему? Потому что это лживость, это тщеславие и многое другое, что вовремя-то идет от головы, вот отсюда. Никогда человек нормальный, Альцгеймер, верующий, не заболеет. Никогда. И онкология не заболеет, если он по-настоящему верит. И многими другими болезнями, тяжелыми, не заболеет. А если какие-то болезни не появятся, это только тот кнут полезный человеку, который будет погонять. Ты что опять ленишься? Ты что опять застрял? Иди дальше, давай, с нами ведет диалог Господь через наши обстоятельства, с нами ведет диалог Господь, потому что мы его напрямую не слышим. Мы из-за мозгов, из-за этих, утеряли эту связь, вот, то, что раньше было, из-за грехопадения. Как с нами вести? В этом и есть любовь Господа, как ни странно, через эти беды, через страдания. Вот, и многие подвижники, кстати, христианские, об этом и говорили, что страдания даются вам не только во искупление, это во благо вам дается. Это, это лечится человек страданиями. Это есть погоняло, которое нам не дают спать. Иногда бывает чрезмерно, ну, можно сказать, разобрать каждый раз можно любой вариант. И сказать конкретно, потому что, может, к тебе подходит крупная беда, а тебе Бог говорит, да давай, давай еще немножко, иди, а человек спит. И причем нагрузка начинает возрастать очень сильно, как бы говорит, проснись за пять минут до конца ты уже. И вот, если он просыпается, этот смышь пошел, элемент этот отходит, тяжелый элемент в судьбе. Видите, как лучше поболеть немножко, чем потерять там ребенка или себя в конце концов. Всегда этот диалог с нами, он и до сих пор продолжается. вот это вот поизме, ну, зачем я вот это все говорил, вот эти, как бы, качества, вот они здесь, я их нарисовал через это, вот у родителей вот так, соответственно, и ребенок в прошлой жизни был примерно такой, с теми же поражениями, в правах, как говорится. И вот такой притянулся сюда, и начинается, что иногда ребенок становится очень неприятен родителям, потому что он пришел из-за вот этого окружения намного хуже, чем родители, и они не знают, что с ним делать. А иногда и родители сами, как бывает хуже, чем ребенок. Ребенок приходит, приходит очень светлый, для того, чтобы помочь родителям, сказать, посмотрите, какой у вас ребенок, что же вы творите, становится стыдно, смотришь, мама и папа начинают более-менее себя вести. Вариантов очень много разных. И в каждом этом есть полезность, и везде везет, везде именно то, что нужно человеку. Материалисты никак этого не приемлемы. У них все случайно. Все случайно. И мир создан случайно. И мы вообще-то запали сюда, неожиданно откуда-то выпали. Вот. И вся вот эта гравитация и так далее. Да, был большой взрыв, говорит, во время взрыва все произошло. В какой-то умной книге написано, вы что-нибудь построите, вот если вы взяли и взорвали что-то, и у вас вдруг неожиданно авиационный завод возник при этом. Нет. А почему вы думаете, что гармония этого мира за счет взрыва произошла? Ну, то есть, ну, это глупо. материалисты объяснить ничего не могут, и они начинают прятать это все за ширмой своих гипотез. А гипотеза это никакого отношения к правде не имеет. Это попытка нащупать какой-то элемент связи и объяснить какие-то, ну, природные эти процессы или устройства мира. И сколько вот не пытаются, начиная там обозримое в прошлое от Коперника и Птолемея, заканчивая современной наукой, мы идем всегда от четверть знания к полузнанию, от полузнания опять к четверти знания. Мы ползем едва-едва, и все время науки дробятся и дробятся и дробятся на какие-то элементы. В конечном итоге колоссальное количество всевозможных институтов, и все, и рассудок растерялся. Все равно при таком количестве гениев на Земле объяснить происходящее не в состоянии. Только говорит, нам скоро конец, потому что факты говорят о том, что природа взбунтовалась. И не только на Земле, но и весь ближайший космос приведен в другую совершенно форму жизни. Там и ускорение идет, обмен идет всевозможными элементами связи между планетами. Это уже другой вопрос совершенно. Кто этим интересуется, надо просто регулярно выходить в интернет, там выкладывается, и кто-то это все стирает. Потому что если люди бы собрали всю информацию о том, что сейчас происходит, точная информация в космосе, они бы за голову схватились. А кому-то надо, чтобы люди этого не знали и не всполошились, и не приняли меры по отношению к себе. Вот поэтому сестопляска идет вокруг науки дикая, а на самом деле все это навсего стимулируется тьмой и сатаной для того, чтобы человек не нашел дорогу сюда. Вот тебе знание, иди. Если ты не кандидат, ну, какое ты имеешь отношение вообще-то говорить вот об этом? Ты ничего не знаешь. Я говорю, ну, знаете, устами младенца глаголит истина. И она бы такие вещи говорит, что вам, кандидатам и докторам, этого и не снилось. Просто и ясно, ребенок больше говорит, чем вы. Взять сказки наши народные, в них больше информации, чем все науки за всю историю Земли. Больше. Я могу доказать это, если просто время жалко терять на это. Поговорим к этому путем. В каждой практически сказке есть обязательно элемент духовности, который на совершенно ином уровне объясняет человеку, что происходит и что делать. Вот только немножко в других выражениях, скажем, в сказочной манере. Теперь я обещал по свободе выбора поговорить. еще раз уже конкретно. Свобода выбора дана, это как закон тоже. Мы имеем свободу выбора, поэтому мы и отвечаем за свой выбор. Если у нас не было бы свободы выбора, мы бы не набирались кармы. Что такое отсутствие свободы выбора? Как нам сверху давление прикажет, мы и делали бы то, но если это делали не мы, а сверхнее давление, за что же нам отвечать-то? Нам отвечать не за что. В том-то и дело, что человек хочет стать самостоятельным, разумным существом. У нас такое желание. Я как-то спрашивал, что вы считаете главным для себя? Люди говорят, наверное, любовь. Кто-то еще сказал, еще что-то, еще что-то. Я говорю, ну, любовь, само собой, это, скажем так, образующая нашу жизнь, но для меня, мне кажется, свобода самая главная. То есть, сколько свободы? Я хочу, что хочу и делать. Вот по желанию жить. Мое желание и будет моим законом. А как мое желание, чтобы оно легло в законной форме, я должен понять законы этого мира, если я начинаю их понимать и следовать им, я не принуждаю себя следовать закону. Я живу, потому что я так хочу. А почему я так хочу? Потому что, когда я стал уходить от греха, у меня здоровье лучше, и чем дальше я ухожу от грехов, тем оно лучше и лучше становится. Дальше. Знаний намного больше. У меня совершенно нет страха перед будущим, я знаю, что будет и как будет. Я знаю, что мне бояться нечего, как и любому человеку, который поверил Богу и идет изо всех сил, делает все, что он может. И Бог это видит. Если видит, человек не лентяй и делает все, что может, он всегда поможет человеку. Сто процентов, вам говорю, на себе испытал это стократно. И если я это вижу много лет, а что мне тогда бояться завтрашнего дня? Если даже меня сейчас абсолютно ограбят и оставят в одних шнурках, я скажу, ну и что? Я через час сработаю на билет, на одежду и уеду отсюда, все, ничего страшного это не будет. Нет страха ни перед чем. Потому что потери земные, они не столь важны, сколько потери духовные. И Иисус тоже об этом говорил. Помните? Говорит, не ищите земных богатств, не копите земных богатств. Их может отнять у вас пожар, там моль, съесть ржавчина, воры. А ищите богатств небесных, и никто вас не сможет их отнять. И я это тоже на себе понял. Я до нищеты доходил, а все равно у меня улыбка такая. Что ты улыбаешься? Кушать нечего. Сейчас будет. Сейчас будет. Действительно, буквально на следующий день появляется работа, идешь и такой большой зарабатываешь, думаешь, ну вот на месяц, теперь хватит. И так далее. Так всегда было. Вот так проверяется человек. Будешь ты бояться завтрашнего дня? Ты же говоришь, что не боишься. Я говорю, я не боюсь. А есть люди, которые боятся. Вот обстоятельства нас проверяют. Насколько ты в своем слове содержишь правду. Или ты опять лицемеришь, ты говоришь, что ты так делаешь, а на самом деле ты этого не делаешь. Как тебе обстоятельства подступают, ты начинаешь их бояться, начинаешь опять обижаться, опять начинаешь порождать бесов. Это проверка жизнью. Нас все время проверяют. У нас есть промежуточные экзамены. А потом иногда серьезный экзамен бывает. Это все наша школа. Ибо земля нам дана еще раз как школа, как полигон, где мы попытку делаем превратиться в людей. Вот и здорово, конечно. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей в конечных превратились в настоящих. Почему? А потому что с такими людьми очень приятно. В их интонациях я слышу даже без всяких слов. Он что-то говорит, а я слышу, он кому-то другому говорит. А мне от этого хорошо, почему? А в его интонациях любовь, он отдает. Он не только берет, но он отдает. И мне очень приятен тембр этого голоса. И я по тембру выбираю уже. Мгновенно у меня тоже к нему идет посыл. Я тоже отдаю этому человеку. А если у человека лишается он веры, и сразу начинает на него тьма нападать, у меня такое ощущение, что я с сухарем разговариваю. От него жизни нет. Потому что он лишил своей высшей составляющей. Лишен. И интонация голоса, тембр, уже совершенно иной. Тот же самый человек был три часа назад один, а сейчас совершенно другой. Его упаковали уже. Все. От него добра не идет. Вот почему мне говорят, а как вы по телефону мне звоните, человек не успел еще три слова сказать. Я говорю, у вас веры нет. Как? Вот он начинает. Я говорю, потому что, ну зачем время-то тянуть? Я говорю, у вас главная проблема, нет веры. Нет веры, можно эту тему не обсуждать. Почему? А потому что, если у человека нет веры, вся теория, вот это как карточный домик, рушится. Если ты не веришь в Бога, как же ты можешь верить во всю конструкцию этих законов? Как же ты можешь двигаться туда, во что ты не веришь? Видите, суть какая? В логике. Ты не пойдешь туда, во что ты не веришь. Мало того, если даже насильно туда толкнешься, не получится. Потому что без веры ты лишаешься верхней поддержки. Ты один на один со сетьмой земли не справишься. Никуда не денешься. Без веры не получится. И вот еще раз о свободе выбора. Это как бы наше приданное, что ли, и наша возможность через этот закон, если мы найдем правду, найдем волю терпения в себе и через веру в Бога, получая поддержку, в конечном итоге потихонечку станем людьми настоящими. То есть мы будем дети Божьи. А если мы не научимся жить по закону, Бог нас извергнет, вытолкнет из Творения, когда отсюда больше не попадем. Мы надоели Творцу уже, если на то дело пошло. Когда убили Христа, мы расписались, как человечество расписалось, что Бог нам не нужен. Мы тут сами с усами. А потом сказки пошли, что вот это, то, то, то. Сначала убивать, а потом из этого лепить ложные вот эти представления о религии. Так поступали люди всю историю. Сколько к нам не приходили до Христа, все изуродовали. Ведь Бог есть совершенство. Вы согласны с этим? Следовательно, и мир совершенный. И на земле все совершенно, кроме людей. Только люди уродуют эту планету. Люди уродуют отношения между собой, отношения с природой. Мы таковы, и мы должны это признать. А если это так, что же с нами делать, если мы уперты в своем? Значит, предложите еще раз, попробуйте исправиться. Последний раз. А если нет, вот это пеняйте на себя. Вы не хозяева этого мира, вы не хозяева планеты. И ничем бы не закроетесь, и не спрячетесь никуда. И выражение беру опять из этой книги. На крыльях утренней зари вы от гнева Божьего не уйдете. Ни в какие катакомбы, куда вы прячетесь иногда, и туда на 40 лет вперед запасы делаете, ничего не поможет. Потому что так, как он в Ветхий Завет говорит, так Господь Бог землю потрясет так, что она сдвинется с места своего, и на земле останется сначала одна десятая население, а потом Бог вернется, еще раз потрясет Бог своего. О чем это говорит? Что меньше 10% останется людей на земле. Это было еще до Христа. А после того люди повели себя еще хуже, я думаю, сейчас процентное содержание еще поуменьшилось. Потому что мало кто хочет прийти к настоящей вере, к исправлению, так их людей просто исчезающе мало. И вы это знаете, вы сами общаетесь, каждый со своим кругом знакомых, контактные группы, это у вас работа, это семья, это улица, это какие-то общественные, может быть, организации, встречи. И вы видите, что творится сейчас. Это не обвинение людям. Люди, я говорю, выбирают так жить, потому что, когда я научился уважать законы, в том числе и закон выбора, у меня обвинение ушло вообще в сторону людей. Почему? Потому что, во-первых, я уважаю закон Божий. Он дал право абсолютно одинаково всем, даже самым уродливым проявлениям в людях. Они так хотят. Уважая закон, у меня обвинения к ним нет. Я могу бороться с ними, поскольку мне надо защищать себя, свою семью, защищать детей, защищать Родину, в конце концов. Это моя обязанность. Никуда я от этого не хочу убежать. Это моя обязанность как гражданина. И все. Но при этом у меня нет в них в сторону ни раздражения, ни злобы. Почему? А я очень четко помню, что сказал Бог, аз вас дам, а ты свое бревно вытаскивай. Трать свои силы, волю на свое. Вот в этом есть польза. А то, что ты будешь полыхать гневом и так далее, если будешь полыхать, таким судом и будешь судим. Потому что никто из нас до самого конца дойдем, святым так и не станет. Потому что на это многие десятилетия нужны. Это доказали наши подвижники. Это не так просто. А следовательно, мы продолжаем оставаться в какой-то степени грешниками. И не то, что в нас грехи, мы не должны из-за этого унывать. Не надо бояться ничего, надо быть всегда оптимистом. Главное, чтобы эти грехи сокращались. Если они сокращаются с нужной скоростью, быстро, следовательно, мы быстро идем к Богу с той скоростью, которая для нас максимальная. Это очень важно понять. Не только правильно, но и быстро, максимально быстро. Тогда Бог говорит, этого подгонять уже не надо. Он все понял. И скорость понял, зачем она нужна. Время остается мало. А если ты можешь делать, скажем, в 20 раз больше, чем ты делаешь, или хотя бы в полтора раза больше, чем ты делаешь, но не делаешь, тем самым ты хочешь Господу Богу оставить свою работу. Господи, ты за меня это доделаешь. Не говорит этого человек, даже не думает, но на невербальном уровне так и происходит. Вы поймите, в том, что я говорю, это выстроенный опыт многолетний. Это прошел через свои беды. Вот. Почему я выкладываю вам квинтенсацию, что я понял, через сотни и сотни фактов, которые я пережил, которые со мной состоялись когда-то. И когда я запрашивал, запрашивал, а через опыт, говорит, ну теперь понял, я понял, почему нужна скорость. Почему нужен максимальный график вверх, вперед и вверх. Если я пойду вот так, я ленюсь, мне начинает судьба опять долбить. За что? А за то, что я пытаюсь Господу Богу свою работу сбросить. Не получится. Меня тут же начинает воспитывать моя среда. Вот те козлищи, которые как были, они только эти рога свои попрятали, втянули. А я опять заленился, они опять раз и опять на меня пошли. Почему? А потому что я заленился. Раз, они мне оказываются полезны. Кажется плохо от них, а они мне полезны. А когда они меня обижают, и я искупаю какой-то грех из-за того, что мне кто-то забодал сегодня, из-за этих козлищ. Следовательно, мне хороший человек же плохо не сделает. Нет. Следовательно, в процессе искупления, что посею, то и пожнешь, жатва приходит через этого козла. И можно так выразиться. Это образно, конечно, что козел, что совершенно нормальное, полезное и невинное. Просто люди так привыкли говорить. Вот и в Библии. Овны и козлищи. Поэтому, можно сказать так вот, полезны нам и в процессе искупления. Полезны в том, что они не дают нам спать и уснуть, когда мы уже показали, что мы уже много чего добились, мы уже устали. Они говорят, нет. И будут подталкивать, потому что человек не видит, что у него потенциал еще не весь раскрылся. Ему кажется, что все. И бес в голове сидит, мы больше делать не можем. А тебя обстоятельства толкают. Я понял, что мне говорят, ты можешь больше, чем ты делаешь. Вот эти обстоятельства. Это диалог, диалог, диалог. Полезно, полезно. И самая первая польза, которая была, что вообще, кто меня привел на этот путь? Вернее, никто, а привела моя воля. Но кто посредничал? Те же самые эти козлищи. Они меня бодали, бодали, пока я не созрел, для того, чтобы не по горизонтали только смотреть и сказать, так, господи, что же такое творится? То есть, произошел взрыв, вот эта корка с меня слетела, рассудочная, я начал делать попытку. В чем я виноват перед этим миром? Что же я такого плохого сделал людям? Что же я такого плохо тут натворил, такого? И что мне делать дальше? И казалось бы, такая глыба, огромная глыба работы, которую я еще не знаю. Вот эта сказка. Надо идти туда, а не знаю куда, и делать то, не знаешь что. Вот он, как Иванушку дурачок, стоишь перед жизнью, не знаешь. Но для того, чтобы движение, я думаю, надо двигаться куда-то, хотя бы куда-то. Вот почему. И сказки помогают, и выражения умных людей. Лев Толстой когда-то сказал, тоже исследовал духовную тему, он говорит, в минуты горестных раздумий, когда вы не знаете, что делать, сделайте хотя бы шаг куда-то, хотя бы ложный, но вы будете знать, что вы ложный сделал, потому что вы, типа, нет, не туда. И это не туда. Ну, может быть, на 152-й раз наступите туда, куда надо. Ну, вы хоть что-то делаете, желательно быстро. Вот это я вот методом тыка и находил что-то. И когда шел, главное быть очень непримиривым к себе же, не позволять себе очаровываться какими-то результатами, какими-то достигнутыми успехами, на первую же вроде бы якобы успех, вот надо реагировать, и говорю, нет, тут как по минному полю идешь, тут огромное количество лжи, которые через авторитеты оформлены в целые движения, в целые конфессии, секты, эзотерику, и они такие авторитетные, все там книги, литература, передачи телевизионные, вся эта масса надвигается, но людей уже в каком-то году, в 2003 году было более 20 тысяч псевдодуховных направлений на территории России, это зарегистрировало наши, скажем так, силовые структуры, более 20 тысяч, представляете, то есть на каждого мудреца довольно простоты, на всех есть, какой ты, он не хочет туда, давай к нам, вот, почему, почему такая масса, потому что свет пришел на землю, поэтому сполошились бесы, сформировали вот эти вот тысячи и тысячи лжевариантов, как и сказал Иисус, в 24 главе Матфея, не с числа будет лжепророком, лженаставником, и будут они моими именами называться, и моими словами будут говорить, по делам их узнаете, это волки в овечьей шкуре, видите, сколько в Библии есть того, что мы можем полезно использовать, почему я сегодня больше о Библии говорю, вот, хотя вот Евангелие, которое дает не меньше, а в какой-то части даже и больше, почему, Иисус говорил для современников своего времени, сейчас люди намного более образованы и подвижны, скажем, вот, поэтому вести диалог можно, можно сказать, немножко в других плоскостях, в том числе и применяя знания физики, волновые знания, можно объяснить, что происходит, Иисус говорил в основном притчами, хотя очень здорово и хорошо говорил, для простых людей это больше значит, чем знания физики, ведь главное не образование, а главное, чтобы человек понял Бога, вот в чем суть, и всегда надо смотреть в суть, в корень, что Богу от человека нужно, чтобы человек понял Бога и перестал пачкать мир, тем самым появился шанс на спасение, все, в этом задача любой религии, любого пришествия, любого, в том числе и второго пришествия, то же самое, и Абдуршин тоже пишет, кто понял Христа, я ему не нужен, все есть, но из-за того, что искалечили слово Христа, слово Божье искалечено, и оно перестало действовать, потому что, как введены ложные данные, информационные вирусы, и они фактически очень сильно ослабили влияние христианства, вот, и поэтому нужно было, что, вернуться к истокам, и он говорит, ведь Иисус говорил, если любите меня, выполните мои заповеди, и знания законов, исследований, человек обязан это делать, если хочет называться человеком, вот, отсюда и задача сейчас та же самая, что две тысячи лет назад стояла, и пятнадцать тысяч лет назад, и миллион лет назад, те же самые задачи, Бог как был и остается в красоте, в гармонии, в простоте, и в ясности в своей, и каждый раз, присылая сюда послание через кого-то, он продолжает быть простым, ясным и понятным, и только люди, получая это учение, берут свои рючки, не совсем чистые иногда, и начинают это калечить, и формировать религию под себя, под свою лень, оправдуя себя, вот этими толкованиями, что, оказывается, не совсем все так, оказывается, можно не выполнять заповеди, а почему? А потому что апостолы не выполняли, уже Павел сказал, что моя плоть не может выполнять, а вот мое сознание, раз оно не хочет грешить, оно тем самым Богу служит, а плоть моя, ой, какая греховная плоть, вот скорее как я умру, но если когда с меня плоть слетит, мое сознание-то невиновно, ведь Бог, кто я не хочу и грешить, значит, я чист перед Богом, видите, какие выверты, это у него послание римлянам, восьмая глава, если вы внимательно почитаете, там все это есть, вот, и в другие послания неплохие, это не значит, что Павел, ну, просто такой черный, нехороший человек, нет, он был смелый человек, он рисковал своей жизнью, но он не понял Христа, вот, не во всем понял, он прекрасный, есть у него строки о любви, наверное, лучше всех он написал о любви в своих посланиях, далее, он говорит в послании коринфянам, наше знание несовершенно, придет совершенное, и наше исчезнет, мы проповедуем отчасти, придет целое, и дано будет вам, то есть, сам апостол признавал, что знание их несовершенно, вина апостолов, этих смелых людей, очень достойных людей, что они не совсем поняли, потому что Христа убили не апостолы, Христа убили власть и религия, действующая того времени, то есть функционеры религиозные, почему они убили, потому что слишком много потеряют от победы истины на земле, сразу эта их сытая жизнь, ленивая, кончится, они ходят, важно, как говорил Иисус, говорил, в халатах там, публично крестятся, или там не крестились, публично молятся, чтобы люди видели, какие они праведные, вот это все лицемерие, и поэтому Иисус их обвинял в этом, что вы похожи на гробы раскрашенные, внешне вы благородные, все красивые, полированные, а внутри прах и тлен, сплошное обвинение за обвинением, что вы сами, говорит, к Богу не идете, путь туда человеку закрываете, а что сейчас не так? Кто привел массы людей сейчас к Богу? А разве кто-то привел? Если бы человека привели к Богу, по-настоящему, он перестал бы страдать, тем более, что две тысячи лет существует христианство, почему же оно не оказало оздоравливающего влияния на цивилизацию? Потому что оно исковерканно было у самых корней, и непредвзятый следователь найдет, где и когда это произошло. Сразу после смерти Христа сатана взялся обрабатывать апостолов. Они были, говорю, честные люди. Но и сам Иисус говорил, вы еще не можете вместить то, что я вам говорю, не можете, слишком мало времени. Просуществовал бы Иисус с ними еще 20-30 лет. Возможно, абсолютно другая была история Земли. Но в том-то и дело, Иисусу не дали. Сатана убрал того, кто мог был прикрыть от лжи этих же первых носителей истины. И они бы пошли, пошли бы, и, курируя ими, год за годом, они отдавали по всей Земле бы правду. Но в том-то и дело, когда убрали Христа, убили, они не удержали этого. Потому что они всего лишь навсего люди, они не равны были Богу. И не вина апостолов, что люди пошли не за Христом, а пошли за апостолами. Потому что ранние, которые формировали христианство, ранние, а их было очень много, этих вариантов христианства, вот, поскольку разные апостолы, у них разные ученики, между собой, и у Лада особого не было. Вот. И христианство стало вообще в песок уходить. И только в 4 веке канонизировали, значит, 4 Евангелия и так далее. Но оно уже было с червоточиной. Как Илья В. Толстой сказал, что не выберешь дубинки без кривинки, в каждом Евангелии есть то, что настораживает и противоречия находил. Вот. Но люди считают, а зачем мне это надо, все это исследовать? И проходят мимо главного стержня своей жизни, мимо осознания того, что ты должен делать, каждый человек, осознание сути религии. А она, еще раз говорю, в нескольких фразах возлюби Бога своего, а любить Бога, и еще раз могу повторить, если любите меня, выполните мои заповеди. Кто их не выполняет, слов моих не выполняет, меня не любят. Пять раз это звучит, четыре раза, по-моему, в 14 главе, это 15 стих, 21, 23, 24, четыре раза, одно и то же, то есть в разных ракурсах. И в 15 главе, 10 стих, то же самое, то есть на одном развороте Библии, развернуть, пять раз доминирующая фраза, что такое любить Бога, а это наивысшая заповедь, если вы Бога не любите, вы никогда ближнего своего не сможете полюбить. Иисус и говорил, по причине беззакония, вот она, туча над вами, вы отрезали себя от любви, по причине вот этого беззакония, вашей греховности, в вас исчезнет любовь, вы не сможете любить друг друга. Вот почему у нас нет настоящих пар в любви на земле. Мы не можем любить, потому что ты живешь в грехах, а что такое грех? Ты связан, вот как я говорил, с этим адом. И эти бесы не дадут тебе любить по-настоящему. Даже если ты очень сильный, ты начнешь открываться, тогда твой партнер или твоя партнерша может окажаться слабее, и через нее будет атака, и очень быстро пара ваша развалится. А если вы пойдете на компромисс, через влечение, через чувственность, а это еще не любовь, подумайте, что у вас такая любовь, у вас она быстро начнет остывать, и вы очень быстро начнете поглядывать по сторонам, а где лучше. И это не обязательно, что вы настолько порочны, потому что очень быстро начинает назревать конфликтность в паре. Непрощение того, непрощение сего. Только любовь позволяет друг с другом жить и уметь поставить свое меньше, чем того, кого ты любишь. Если я люблю женщину, я вижу, может, какие-то шероховатости, я скажу, я ведь ее люблю, я хочу, чтобы она рядом со мной поднимала, зачем же мне портить ей настроение, я сдержусь там где-то, а может, совершенно в другое время, в другом месте, через какой-то очень дипломатичный вариант или момент подскажу ей это. Тогда, когда она будет, сможет это принять. вот эта тонкая такая линия, такт величайший в любви, уважение друг к другу, и это есть основа первая. И тогда приходит настоящая чувственность и настоящее влечение, как элементы земных отношений. Но начинается это все, браки-то на небесах совершаются, а от небеса мы закрыты. И об этом почему-то никто не говорит. Всегда вот, кого-то венчают браки на небесах, ну да, правильно о небесах. А где эти небеса? Вы нам их дали, эти небеса? Если бы их дали, может, кто-то бы и взял, но их не дают. А если кто-то пытается туда идти, все, ты еретик. Даже не слушает. Если ты не с нами, ты еретик, и ты никто. Я говорю, ну давайте обсудим, даже никаких аргументов, кроме Библии, не приведу, посмотрите, что написано. И как сказал Иисус, они ушами слушают, но не слышат, глазами смотрят и не видят, и не хотят оборотиться, чтобы исцелил их. И у Исаии есть, и у Христа есть. Он повторяет, говорит, реченное пророком. То есть Ветхий Завет, это перекличка с Новым Заветом. Сколько людей, достойных в Израиле, было перебито? Захария убит между жертвенными храмами. По-моему, Иеремия, еще кто-то. То есть целая череда людей, их называют пророками, на самом деле, они и не были пророками, то есть в чистую, то есть их не Бог посылал, но это люди, которые поняли Бога, поняли, что хочет Бог. Они были очень сильными в духе, они много что поняли, и, видимо, прием информации, что они пытались влиять на свой народ, и священники того народа убивали, кого из-под тяжка ножом, кого камнями забивали. Шла война с истиной, через людей, которые взяли на себя право нести Слово Божие, а на самом деле уничтожали Слово Божие у самых истоков, даже тех, кто его понял. Это всю историю Земли так было, и оно так будет до самого конца. Ведь страшный суд – это как крайне необходимое действие от Бога. Почему? Он говорит, у меня других вариантов с вами, диалог вести нет. Вы окончательно угробите эту планету, это первое, а во-вторых, есть остаток людей, которые хотят быть со мной, и я их в обиду не дам. Ради него я на Землю пришлю еще одного, который вас научит всему, и тех, кто действительно со мной. Он выведет вас из этого общего, и остальное все мне не нужно. Вот и все. Вот какой процесс сейчас идет. И каждый человек должен это понимать. Либо мы с Богом, либо мы с чертом. Третьего не дано. Даже человек говорит, я в Бога верю, но буду сидеть на диванчике и ждать второго пришествия и конца. Но сидение – это и есть проигрыш. Ты же не движешься, нарушается закон движения. Вот они все законы. Первый – закон воздаяния, что посеешь, что и пожнешь. Закон подобия. Если ты бесов генерируешь, в мир выталкиваешь, ты подобен этой бесовщины. И они с тобой связаны. И ты питаешь эти силы, эти сети, дополняешь их силу. И тогда ты против Бога, ты воин против Бога. Что бы ты себе не думал, какой бы ты сан не имел церковный, какой бы ты не имел ум и прочее, если ты грешник, ты противник Бога. Если Бог с тобой не воевал до сих пор, прощая и, скажем, говоря с тобой через обстоятельства, а теперь Бог сказал, если вы мне объявили войну много миллионов лет назад, сейчас и я вам объявляю войну. Сейчас смят будет все, все смяты будет, кто не со мной. Что сказал 2000 лет насос Иисус? Кто не со мной, тот против меня. Сейчас эта фраза стала действием. Это было предупреждение, а сейчас это действие. И люди понимают, когда на земле каждый день погибают миллионы людей по разным сценариям, ну так что ж, а дальше будет еще больше. Это практика, потому что, когда я понял, что вот это воздаяние, то, что я рисовал, вот один человек насеял и пожинает свое с торицей. То есть капелька пришла, а получил много. Это один собирательный образ человека земли. Закон воздаяния, он озвучен так, что посеял, то и пожнешь. А если умножить это на какой-то народ, пусть там в Германии, по-моему, около 80 миллионов, живет в России, там около 150, там в Китае, говорят, миллиарда полтора уже, да есть плюс диаспору взять, там, то вообще половина земли будет. Вот, что происходит? Ведь грешники все. Ну, я говорю, если, может, какие-то отдельные есть, 57 человек в Китае, 20 человек там в Германии и 30 человек в России, но это же не люди, это как бы исчезающая малая величина. Они не смогут выдержать напор грязи, который сеет остальные миллиарды. Не смогут. Следовательно, им тоже конец. И вот Бог говорит, нет, вот этих, если они есть такие, я их найду через посланца, выведу и дам им поддержку. Главное, чтобы они этого захотели, поверили. Вот, и остальных всех, я смету, как это пишет Абдуршин, что когда сын человеческий включится в полную силу, то есть, когда ему дана будет отмашка, давай, значит, начнется насильственное уничтожение тьмы и всех его носителей. И после этого, когда от мрака будет освобождена земля, это равнозначно рождению абсолютно нового мира. Такая фраза, я запомнил дословно. Что это значит? То есть, поменяется, во-первых, скорость жизни, резко поменяется, то есть, медленные и ленивые, они просто жить там не смогут. Они с дистанции сошли, и на нее больше и не взойдут. Вот. И во-вторых, это будет планета очищенная от химии, от бактериологического оружия, от всего вот этого хлама, пластика и прочее, прочее, что сейчас является бичом экологии. У нас там целую страну, по-моему, плантация этих пластиков в Тихом океане. Больше, чем Польша уже по территории плавает остров. Вот. Травятся рыбы. Ну, короче, это отдельный вопрос. Здесь о другом. Умножьте, говорю, это на миллионы и миллиарды людей, все живут так. И посмотрите, что происходит. Отдельный случай. Один человек когда-то согрешил. Через там 5-10 лет или 20 ему приходит возмездие. Что происходит? А он разозлился на кого? А тот, кто его обидел, он забыл, что это связано вот с этим. Он этого не признает. Мало чего там делал. А тем более, может, даже это не поступка, всего лишь эмоция. Кто-то кому-то позавидовал. Скажем, этот человек позавидовал другому. Что произошло? Вот этот человек, которому позавидовали, а этот человек, который позавидовал. Позавидуя, он взял его и накрыл, чтобы у него удачи не было. Не было, что все. Тогда Бог говорит, ну что ж, ты желаешь ему этого, значит, и у тебя ее не будет. Только с торицей. В три этажа больше будет. Пожелал этого, значит, и тебе это будет. Это вот и есть эти грехи. Естественно, что они вот эти вещи, они тебя накрывают и накрывают и накрывают. Любая отрицательная эмоция, не только поступок, не только слова, не только действия, какое-то мошенничество, воровство или там обман, лицемерие. Все, любая пылинка неправедная будет сторицей, заряжена и вернется к человеку. Вот. Если злится, человек обижается, раздражается на последствия своих же ошибок. Он же не признает, что это связано с прошлым. Нельзя рассматривать вопрос справедливости в контексте одного дня. Сегодня мне плохо, но потому что плохо. А ты кому делал плохо? Ты же тоже делал плохо. В этом есть справедливость. Признает человек или не признает, закон действует. Вне его понимания, может быть, и вне его желания. А когда он не обижается, раздражается и не признает тем самым де-факто, тогда этот, эта клякса переносится в ближайшее будущее и становится еще больше историцей. Скажем, на это ушло 20 лет, а вот здесь будет год. А вот через год тебя опять припечатало, а ты опять злишься. Тогда тебе не год, а может через месяц будет, а потом через день. Только будет дыньки побольше. Вот такие. Что получается? Что идет ухудшение жизни на земле. Это один человек. Умножьте теперь на миллионы и миллиарды. Вот понимаете, почему теперь сторится и вся земля все хуже и хуже живет? Вот откуда. На примере одного человека, одной судьбы, можно понять, что происходит с землей. И никто не собирается в смирении принимать обратно свои грехи. Никто. Все ищут. Да что ж такое? Политики, какие-то там эти историки, все вот, посмотрите, что творится, идет обман, наших детей развращают, и никто не пытается понять причину, от чего это происходит. Никто. в том числе и наши храмы, к сожалению. Они предлагают, приходим, эти грехи простим. Вот. И так далее, и так далее. В этом-то и есть самая страшная ложь. Никто никогда в храмах еще ни одного греха не простил, потому что в данном случае это нарушение закона Божьего. Что ты посеял конкретно, икс, то и посеял, и пожнет икс, а не какой-нибудь игрик. И никакой-нибудь зет не сможет тебе избавить от этого последствия. То есть получается, что освящение говорит, я волюнтарно, то есть без всяких проблем снимаю с тебя все грехи, если ты ко мне придешь. Естественно, это Господь Бог отпускает через меня посредника. Ну хорошо, я говорю всегда, допустим, вы правы, что вы сняли грехи, но мы страдаем, вот страдания наши, из-за грехов наших. Вы отпускаете грехи миллионам людей. Почему же эти миллионы так, как были несчастны, так и живут? Как были больны, так и живут в болезнях? Почему ничего в лучшую сторону не меняется? Какие-то там, да, какая-то, ой, я вот пришла, там, мне такая радость, я Бога почувствовала. И вот эти все какие-то непонятные выверты, да, конечно, может, от молитвы или от храма, или от того, что хороший священник поговорил с этой женщиной, с каким-то, ей, конечно, на душе стало легче после того, как в домашних дрязгах и с работой выгоняют, и дети двоечники, и там этот огород, и Казани доится, и все беды навалились, и вдруг священник с тобой тепло поговорил, нормально, без всякого хамства, хороший священник, хорошая интонация, потому что хороший человек, может, и верующий даже еще, и становится приятно с таким человеком помчаться, у нее там вышло так хорошо, и опять идет вот в свое. И опять очень быстро все тает, где прощение? Ведь не я же говорю, что прощайте, прощены будете. Кому вы будете прощать, вот этих вот, того и Господь простит, Отец ваш Небесный простит. Вот вам просто и ясно словами Христа, причем это его прямая речь, это прямая речь и Слово Божие. Почему же отвергли вот это и предложили пустышку, плацебо? И можно сказать, а почему люди в это верят? Ведь вы ходите много раз и даже не задумываете, если вам за грехи ваши страдания, у вас сейчас грехов нет, потому что, по крайней мере, на несколько дней хватит счастливой жизни, может, потом вы опять грешить будете. Вот. А почему сейчас-то сразу у вас нерадостно-то и ничего не меняется? Это и есть, называется, инертность, лень, нежелание размышлять, нежелание понимать суть религии. И еще одно тут важно упомянуть. Господь Бог, совершенство, это любой верующий, он скажет, даже самый лжеверующий, все равно, да, это совершенство. Значит, мир этот совершенный. Бог посылал пророков, пророки, это из первосотворенных. Мы знаем, не будем дальше уходить там в прошлое. Был Иоанн Креститель, для него был Моисей. После Моисея следующий пришел Иисус Христос. И он сказал, я от вас ухожу, потому что он уже понял, что его убьют скоро. Он это видел. Я от вас ухожу, и миру более не явлюсь, и умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа истины, который придет и наставит на всякую истину, расскажет правду обо мне о грехе и о суде. Если так сказал Иисус, он дважды говорит, я миру более не явлюсь, и он расскажет обо мне, от моего возьмет и продолжит мое. Это все цитаты от Христа. Как можно говорить, что Иисус второй раз придет? Ну как? Это вот и есть глаза, которые читают, но не видят. Ушами слушают и не слышат. И со слуха не слышат, и глазами вот этого не видят. Почему? А потому что неудобно. Если принять концепцию Христа, если любите меня, выполните заповеди. Кто их не выполняет, меня не любят. Если признать и проповеди читать такие, тогда из толпы слушающих хоть два-три человека найдут, скажут, батюшка, а ты сам ты выполняешь заповеди? И тому ответить нечего будет. А ты же Бога тогда не любишь, батюшка. Вот же к чему придет. Поэтому это маскируется за апостолами. Как-то это не особо надо. А вот апостолы? Да, апостолы. Вот апостолы, апостолы. День и ночь апостолы. Святые такие, вот такие времена. Блаженный Августин, Тоннагарин, цитаты. Все они образованы. Диссертации защищают об этих святых, обо всем. И фактически это и есть зомбирование людей. И увод их в сторону от работы над собой. Работа над собой это главное. Что бы мы ни читали, есть люди, которые день и ночь читают Библию. Есть даже секты, евангелисты. Есть секта, которая читает об дуршину уже по 20-40 лет. Это новые евангелисты, потому что это тоже Евангелие. А где же работа над собой? Ведь в любом случае Библия и второе послание, они к чему зовут? Побеждайте грехи свои. Если любите Бога, выполняйте его заповеди, как та, так и эта. И если человек этого не понимает, значит, он никакого отношения к христианству не имеет. И здесь я хотел закончить чем? Если Бог прислал одного, а до этого еще присылал, а зачем он все время посылает людей? Вот когда-то Моисей оставил религию, вы помните по Ветховому Завету, что ее очень быстро отвергли еще при жизни Моисея, Аарон и жрецы не послушались, отлили опять золотого цельца, и пошлась опять свистопляска и дала поклонство. И Моисей в ярости разбил скрижаль и ушел из этого народа. Не будем об этом больше, что ликвидировано было, что помощь от Бога, которая шла через Моисея. Я разговаривал, ведь разговаривал с католическими священниками, нерядовыми, разговаривал с раввинами, они в гостях у меня даже были. И когда я говорю вот Моисей, что он же тоже вам говорил законы, он говорит, ну Моисей был такой, да, чуть ли не человечек, ну был. Но у нас главные книжники, вот это старейшина, я говорю, получается, что для вас старейшин это Бог в какой-то степени, да, вот то, что они говорят, для нас закон. А старейшина, говорю, выполняет заповеди. Ну, знаете, я сейчас не могу вам этого сказать и начинает уходить от этого. Главное для этого закон. Вот так люди поставили себе выше пришельца. Он был отсюда, посланец от Бога. Люди сказали, нет, не Моисей, а мы тут главные. Пришел Иисус Христос, апостолы, говорю, взяли от апостолов, но не взяли от Христа, взяли отчасти, то, что несовершенно, как сказали апостолы. Это несовершенно и нам и вталкивает наши умы и наши сердца. Кто виноват в том, что взяли от апостолов от них? Те, кто формировали истоки религии, а потом так с ними не разобравшись и сделали для нас главной догмой, которая нам фактически не могу сказать, что ничего не дает, что-то дает, потому что предания все-таки не сохранили, хоть там и лжи много и так далее, но все-таки мне удалось откопать же и у Христа в Библии удалось откопать. Когда? А когда несколько лет прошло моя работа над собой, когда у меня исчезли страх, ревность, тщеславие, раздражение, уныние, когда у меня стало все это уходить, у меня стала меняться внутри обстановка, у меня заработала душа, я опустил душу сюда и мозг стал подчиняться душе, и бесы перестали мне коверкать тексты, и я начал чувством, вот не чувством, а ощущением выбирать то, что от Бога, а что не от Бога, мне неприятны эти фразы, я отсепарировал и понял, а вот же оно христианство, простое и ясное, и все. То есть ничего великого не произошло, я просто немножко разобрался и немножко сдвинул бесов, и тут же стала проявляться простота и стройность Слова Божьего. Далее Иисус сказал, что придет второй. Сейчас, скажем, авторитет трех конфессий протестантства, православия и католики, это три основных конфессий, я уже не буду брать ни секты, ничего, вот, каждый из них якобы обладает полнотой истины, вы знаете, что папа это наместник Бога на земле, снова сказал, папа, сказал Бог, мне так говорил офицер картезианского ордена, который сидел в моей квартире, который пострадал от наших экстрасенсов и пришел ко мне за помощью, я его вылечил за один сеанс от всего, и мы с ним начали спорить, и когда я его на лопатки уложил цитатами из Библии, у него появилось такое исподлобие выражение не очень приятное сказал, вот если бы с папой говорили, папа вас оспорил, тогда правда Иоанн Павел Войтел был этот, поляк, давно было, так что же тогда происходит, значит, обвинения друг в друга кидаются камнями, а на самом деле Иисус сказал, моих учеников узнают, потому как они любят друг друга, нет лада среди христианских конфессий, и сейчас тем более все больше и больше раздраив, вы знаете, в Украине это Томас, Томас это слово такое, атом, по-гречески это неделимый, том деление, томография, когда послоины твои мозги прощелкивают, это вот отсюда происхождение слова, то, что второе пришествие говорит о том, что если Иисус предсказал, придет второй и наставит вас на всякую стену, он косвенно сказал, вам две тысячи лет будут лгать, он это видел, он видел, что апостолы не в состоянии нести полную истину, они что-то понесут, они посеют, да, это было полезно и здорово, потому что христианство, то, которое даже в укороченной форме, если можно так выразиться, дошло до людей, оно все равно стало тормозить греховность, потому что среди лучших людей, которые больше поняли Бога, больше, чем догмы, они все-таки как свечи вот в темноте, они горели и они несли вот эту суть религии, мы знаем, на Руси такие есть, такие есть в любой стране хотя бы несколько человек, которые действительно поняли Бога и вот они были как проводниками и не давали христианству засохнуть и совершенно уйти на нет, хотя сатана со всеми своими этими приспешниками с этим все время борется, именно через этих подвижников, которые практически были близки к полному выполнению заповедей, их называли святыми и так далее, вот они удержали этот строй, а сейчас, когда на земле опять свет полыхает вовсю, который зовет идите, идите ко мне, Бог с вами, если вы с ним по закону выбора, вот, и только движение к Богу признается за выбор, никакие клятвы, никакие слова о вере, никакие там благодарности Богу или слова о любви к Богу никакого значения не имеют, если вы не движетесь, движение есть, движение к Богу признается за выбор, только когда вы уменьшаете грехи, вот они становятся меньше, 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 это и есть признание Богом, что вы к нему идете, тем самым идет поддержка, защита вас, и закон выбора срабатывает, вы идете к Богу и Бог идет к вам, но я немножко о другом хотел сказать, что именно Бог очень рационален, он никогда не делает ни одного лишнего движения, он совершенство, если какое-то движение совершает, оно крайне необходимо, в данном случае пришествие крайне необходимо людям, и сейчас вокруг второго пришествия свистопляской, попытка мешать день и ночь, но все равно свет победит, потому что в откровении она богослова, который называется апокалипсис, на самом деле апокалипсис по-гречески это и есть откровение переводится, а конец вехов это немножко другое, эти два понятия немножко разные, тем не менее в нем написано, что цари земные отдадут свою власть и силы зверю и будут с ним заодно, и вступят в брань с агнцем, и агнц их победит, то есть Иисус сказал, что все равно свет победит тьму, поэтому все, кто идут со светом и к свету, и при поддержке света победят, поэтому никогда ничего не бойтесь и если Бог с вами, но для того, чтобы Бог с вами, еще раз говорю, вы должны быть с Богом, это очень важно, это не слова, знаете, как, когда какой-нибудь политик или демагог читает речь, красивые фразы, они много людей заводят, поднимают на 15 минут, их, вот мы, да, мы здорово, мы такое сообщество, которое мы очень много можем сделать, вышли и пошли опять плеваться, бросать мусор и так далее, как только речь кончилась, все заканчивается. Нет, в Слове Божьем есть колоссальный смысл, и очень точное понимание должно быть в вас этого слова. Я почему сегодня говорю о свободе выбора? потому что в этой свободе вашей и есть выбор в сторону Бога. Будьте добры оформить его по-настоящему. Если вы думаете, что вы выбрали Бога какими-то ложными движениями, у вас ничего не получится. Есть даже призванные, которых Бог послал для того, чтобы они рыхлили почву к приходу главного действующего лица, почти все они путь предали, об этом пишется в первом томе в главе пришелец. И вот эта книга об этом пишет, что тьма настолько сильна, что она сковала людей, если они не победили тщеславие и денежной зависимости, вот они и кинулись деньги зарабатывать и прославить себя. Им главное оказалось это. То есть они фактически не Богу служат, а собственному карману и тешат свою гордыню, тем самым служат бесам. Любой человек, который не служит Богу, служит бесам. Иисус об этом сказал. Не со мной, значит, против меня. Нету третьего. Поэтому и я призываю, не служите ни мамоне, ни бесам, а служите Богу. А служить Богу может только любить Его, а любить Его выполнять заповеди. И не надо суетиться, не надо изворачиваться наизнанку. Господи, как спасибо, что я завтракаю очень вкусно. Господи, ребенок сегодня не болеет. Господи, спасибо, дам то, 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 то. И вот человек думает в этом многословии, и есть любовь к Богу. Так живут миллионы и миллиарды, наверное, верующих. Но дело-то не в этом. Иисус сказал, если вы любите выполнить Его заповеди, еще раз, еще раз я вам буду это говорить. Любовь к Богу есть в выполнении Его законов. Если вы их не выполняете, вы грешите, тем самым вы преступления совершаете в этом мире, которые контролируют волю Божией. Значит, вы против Бога, и никуда вы не денетесь от этого обвинения. Никуда. И все очень просто. Отдохнем немножко. Спасибо. Ну что, вопросы за ночь какие-то появились? Нет вопросов? А что тогда продолжать? Да. Еще раз много раз мы задавали по поводу концентрации, так как это очень важно. Все-таки, наверное, каждый может найти свой способ концентрации, потому что не все подходит каждому. Почему, например, я по себе заметила, что гастрономическая тема у меня идет не очень хорошая. Я пытаюсь искать какие-то другие пути. Например? В принципе, например, ну, например, допустим, я играю на пианино и я вспоминаю игру, как у меня пальцы бежут. Или, например, я сравниваю какое-то путешествие, какая-то сезон одно за другим. Или я что-то видела, например, это приятное, что-то увидела, какой-то музыкальный фильм. И у меня музыка эта звучит, и я пытаюсь эти картинки тоже одну другую прокручивать. Ну, а кто же возражает? Я об этом тоже говорил далеко не один раз, что главное, что это была последовательность образов, которые вы знаете. изобретаете. Конечно, сидеть и борщи варить годами. Главное, что принцип какой, технологичность, все, а вы можете что угодно изобретать. Если вы нашли что-то другое, даже вне технологичности, и у вас получают, вы добиваться цели, стараетесь и получаются, и это хорошо. Здесь никаких догм нет. Главное добиться цели. Пожалуйста, изобретайте сами, может, и лучше что-то найдете. Главное, что-то у вас получалось. Вдруг пение какое-то или стихили, что-то такое, неважно. Да. Какие еще вопросы? Да. Вот последние эти ситуации уже были всегда в моменты ближе один, а в последнее время они все чаще и чаще. Как будто мне уже это слилось, я уже здесь была, но этого не может быть, я понимаю, что я действительно не могу, например. Да, я с этим знаком. я помню такие моменты были еще в советское время у меня. Я помню, когда я в Сирию попал первый раз, но там действительно никогда не было. И вдруг я иду по улице Алеппо и совершенно четко знаю, сейчас я поверну за угол, там будет вот такой магазин с такой надписью, я захожу да, иду дальше вот сейчас и даже уже стал проверять, вот свидетели были, мы там толпой ходили, человек по 5, по 6, сейчас выйдем вот налево и там будет улица, там будут сплошные золотые лавки. Они на меня так смотрят, что ты взял? Я говорю, пошли метров 15-20, пришли, поворачиваем и там здесь золото, золото. Они говорят, ты был здесь? Я говорю, я никогда не был здесь. Вот такие вещи бывают. А почему? Потому что душа наша, помните, она живет и в прошлом и в будущем. И только мозг скользит между прошлым и настоящим, поэтому как бы душа уже бывала там. Есть такая фраза обдушина, прошлое и будущее свершаются или как соединяются в настоящем. Для мозга это очень сложно, скажем так, разложить по полочкам, что это такое. единственное приближение, что мозг может понять, что когда мы творим вот вчера, сегодня и так далее, мы притягиваем определенные эпизоды, что сеешь, что и пожинаешь, правильно? Вот. А то, что душа, она живет вне времени и законы потустороннего мира совершенно по-другому интерпретированы, хотя общий закон Божий создает, так скажем, гармоничную обстановку, но законы все эти звучат по-разному в каждом мире. Это абсолютно другой мир. А мы так антропоморфно относимся, что если сесть там просто быстрее и лучше. Не совсем так. Поэтому каждый новый слой это совершенно иные миры. И с удивлением мы когда-то погрузимся в них и поймем, что нам надо жить, заново учиться. прошли один урок, будет другой урок. Я почему вас спрашиваю вопросы? Может что-то непонятное из этой серии вопросов я сделаю вывод, что на этом надо сконцентрировать еще раз внимание. почему. Да. Очагку мыслов в чистоте. Ну, вы меня поправьте, если я буду участвовать. Значит так, сначала возникает эмоция по поводу чего-то. Так? Потом мысль и действия и так далее. Слова и мысли. Правильно? То есть слова и дела. Так. И контроль выставить пограничников таких вот высшую логику 24 часа в сутки во сне и наяву контролировать мысли, чувства, эмоции. Так? Ну, вы не сможете 24 часа в сутки контролировать. И во сне тоже. Ну, это здорово. А как иначе? Иначе не спасешься. А? Иначе не спасешься. Ну, тогда научите нас. Я во сне еще не умею. Здесь есть некие тонкости. Смотрите, что раньше появилось? Мысль или чувство? Чувство, но никак. Не всегда. Нет? Большое стрессы. Не всегда. Ну как, я иду, мне что-то не понравилось. А что не понравилось? Ну, что-нибудь на улице. Ну, вы же прежде всего увидели глазами. Смотрите, одну минутку. Вы увидели глазами? Да. Глаза, как информацию, куда посылают? В мозг. А вы говорите, что чувство, ну как так. То, что мы видим днем, смотрим, и у нас вызывает, скажем, красивый пейзаж. или валяется какой-то товарищ нетрезвый. Сразу думаешь, вот пейзаж, а вот некрасиво, вот красиво. И мы постоянно делаем вот эти оценки. И даже не замечаем, как быстро меняются у нас, скажем, вот эти ощущения, эти краски, восприятие мира. Настолько быстро иногда. Это что такое? У нас вся система, и мозг, и чувства, и ощущения постоянно в движении. Только ощущение, к сожалению, редко применяется, потому что мы его закопали рассудком. Ну понятно. Во сне ощущение бывает тоже, потому что снятся сны, которые кажутся абсурдными, но некоторые сны у меня постоянно возвращаются в память. Я понимаю, что мне через сон что-то пытаются сказать. Сажусь тогда, разбираюсь, да, вот оказывается что. Вот часто бывает такое, что ломятся какие-то варвары в дверь. Такое ощущение, что дверь непрочная, они вот-вот ее сломают. Иногда бывает и сломают. И у меня страха и во сне нет. Это уже, да. Но просыпаешься, когда думаешь, зачем, и что это такое. Порисуешь и смотришь, допустим, в своем поле присутствует чужеродное что-то неприятное. Вот мне сон показал, что твою защиту пробили. Значит, надо работать. Поработаешь, сможет, становится легче. Николай Николаевич, при нападении защита, она должна быть предметной? Если, например, ты ощущаешь, от кого это исходит? Это должна быть картина какая-то вот связана? Или... Ну, не всегда вы можете сразу найти кто. Для этого большой опыт нужен. Но всегда, для начала, хотя бы определите источник нападения. Не важно, кто это. Вы боретесь с источником, который пытается вам навредить. Вот и все. Бывают люди, которые скрывают, ну, как вот, лицемеры. Они к нам недоброжелательно, но улыбаются, нам могут приятные вещи говорить и прочее. И когда они нападают, частенько они камуфлируют нападение, могут выставить другое лицо, другой образ. Вот. И здесь надо быть осторожным. Поэтому, когда по источнику, я говорю, вот источник, неважно кто, вот один, второй, третий, четвертый слой, за четвертым слоем истинный источник нападения. Еще раз говорю, для этого нужен опыт. Надо быть осторожным. Ну, вы, может, там не навредите, потому что та крестная сила, которая с вами опекает вас, она, может, не даст вам навредить тому, кто невиновен. Но вы же сами начнете эмоции посылать в адрес, который вам, кажется, нападает. Это для вас, прежде всего, вредно. Неверная оценка ситуации. Сейчас, секундочку. Да, слушаю. Скажите, пожалуйста, переживание, например, за ребенка, когда ребенок заболел, это равняется страху? Переживание за ребенка, когда заболел, это равняется страху или нет? Ну, я бы не сказал, что переживание это страх. Мы все переживаем за детей. Другой вопрос, когда начинается паника, вдруг с ним что-то будет, а вдруг там все крайне, вот этого допускать не надо. Потому что, если вы серьезно верите, если вы идете и делаете все, что можете, как говорится, к свету, то, естественно, ваш ребенок будет защищен, пока он маленький. Вот когда он вырастает, переваливает, там, 12-13-14 лет, как мы вчера об этом говорили, он вступает в полосу в личной ответственности. И если его не подготовить, немножко, естественно, у него другое восприятие этой темы. Как только дух соединяется, в данном случае он становится духовен, человек открывается, верхний этаж, открываются и врата, и во тьму, и свет куда хочет, туда он и идет. Это свобода выбора. Тогда желательно, конечно, его направить правильно, но очень с детьми осторожными. Они, во-первых, не любят, когда их давят, потому что у них тоже свобода. Они тоже наделены правом на свободу. Они будут брыкаться, если вы не найдете именно тот тон и те формы речи, которые его не отпугнут, а привлекут. Это и есть мудрость родителей, это их знание. Поэтому будьте осторожны, но в то же время надо периодически пытаться находить момент удобный, когда что-то происходит такое, что можно объяснить с духовной точки зрения. Якобы это даже не касательно ребенка, но чтобы он понял причину следствия, от чего. И так не навязчиво, не долбить ему каждый день с утра до вечера, вот так, и периодически, периодически к этой теме прикасаться. А что, может открытый держать? Сейчас кто-нибудь придет и будет, как режет. Шумность. А? Шумность. Шумность. Когда кого звонят? Это хорошо. Игорь Николаевич, а наши чувства, они раскрашены какими-то цветами? Хорошие чувства и такие чувства? Ну да. Да? А можно сказать, какого цвета? Ну, мутно-желтая, помните все. Чисто определить, какой оттенок, это вы знаете, я тем более дальтоник почти, я в шутку, я понимаю, цвета я вижу. У меня даже сестра, когда я начинал, она говорит, чего это ты взял, что чакры такие? Ты же дальтоник. А почему она отключила? Я не попал когда-то в летное училище из-за того, что меня забраковали по цвета ощущений. То есть, есть такая книга, мозаика, водители тоже сдают. Но там, где водители, там это не столь, я говорю, я светофор вижу, они проверили, я вижу. То есть, желтый, красный, спокойно вижу. Оттенки многие. У меня только в зеленом спектре какой-то оттенок мне западает. То есть, выпадает у меня из определения, что это. Но для пилота, где огромная скорость и посадочные огни, там, возможно, это и надо. Но я потом понял, что, оказывается, мне летная карьера, она была мне не нужна. Мне нужно быть полиглотом по многим вопросам. Это мне пригодилось как раз вот для этой работы. от цвета, они, скажем так, некрасивые, негармоничные, тьма, она некрасивая. А цвет – это гармония, красота, сочетание форм и цветность, сочетание цветности. Все вот это настолько иногда видишь, образы вот эти, когда идут, такой красоты даже передать невозможно. Я так жалею иногда, что я не художник. если я вот смог вот это бы вынести на холст. Ну? Я думаю, раз это оттенит, то все должно быть черно-серое. Да, Катя, вы хотели что-то сказать. Строгость и справедливость к себе, к своим домашним, близким, родственникам, к людям, которые тебе дороги. Строгость и справедливость. Как это? Как это? Научиться, что вы? Что вы не знаете? Термина строгость и его сути? Не надо давать садиться человеку на шею себе. Вот в чем дело. Мало того, он мешает жить вам иногда, ребенок. Он мешает жить соседям, когда грохочет, прыгает, еще там что-то. Ну, поставьте его на место. В этом есть строгость. Нельзя сисюкать с ним, уговариваться, потому что если он не слушает раз, не слушает два, значит, надо что? Применять санкции серьезные. Вот в чем строгость. И справедливость. То есть, если он получит по мягкому месту хорошенько, если он никакие вещи не реагирует, в этом и есть справедливость. Правильно? Он это заслужил. И остановить его ничем нельзя. Хорошо это или плохо? Я думаю, что, если вы добьетесь цели, что он станет более нормальным, это хорошо. Для него же хорошо. В том числе и для вас. Потому что вместо раздражения и крика, переходящего в гнев, вы найдете, да, можно там голос повысить, но только в этом голосе не должно быть интонации раздражения. Вот в чем дело. Это надо уметь тоже. Как, скажем, актеры в спектакле, когда эмоции выплескивают, они же часто так, эмоции этих не имеют. Хотя великие актеры добивались того, что эти эмоции были реальные совершенно, и они потом за них и рассчитываются. Если он играет душой, то есть у него конкретные, есть и ревность там, и так далее, все это на нем же отпечатывается. И они сами актеры, я с ними дело имел, даже преподавал два часа им один предмет. Как раз защиту от темных сил. Как в Гарри Поттере. Преподаватель из ГИТИСа пригласил меня, говорит, я был на вашей лекции, никто лучше вас этого не расскажет, ягод не берусь. Вот. Я профессор. Можете вот ребятам моим рассказать, каким образом, входя в роль, не получить пробой с того света, как говорится. Я объяснил все. Им было понятно. Какие еще вопросы? Юрий Николаевич, мы вчера много обсуждали один фильм. Есть фильм «Жуков». Последняя, по-моему, экранизация с Александром Малуевым. И это сериал, там много неинтересной политики, но личная жизнь Жукова и последний его брак. Исторически он, в общем-то, тоже описан «Стамый счастливый». Женщина, вот как вы говорили, что любовь это служение. Женщина настолько любила Жукова, да, то есть это действительно было служение. Даже будучи очень больной, она сумела встать, онкологически больной, да, вот когда у него был инсульт, она узнала это, она поднялась к кровати, вот ее довели до комнаты, да, и вот она, вы знаете, сразу воспрянула, вот так пришла, она его подняла, она его вытащила, собственно говоря, да, он начал ходить, говорить, и когда она это сделала, она ушла, но она умерла от рака груди. И вот мы вчера как-то говорили с девочками, если действительно это любовь, если это, ну, во всяком случае, в фильме так вот создан, но я попыталась там тоже посмотреть, почитать, это правда было так. Если это любовь искренняя женщина, значит, любовь же может, собственно, смести любую карму, получается, то есть она может наоборот женщину возвысить, то есть получается, что там что-то было ничего, не так, то есть получается, значит, может быть, она больше поставила, как сказать, она нарушила первый закон, то есть она этого мужчину... Ну, я ведь лично ее не знаю, и, скажем, здесь очень много нюансов, давайте предположим, что могло быть. Я не говорю, что так было, но что могло быть. Во-первых, женщина могла из него сделать кумира, поставила выше духовность, это одно. Возможно, она была верующей, Жуков, я знаю, был очень жесткий человек, очень. И был такой момент, когда в лесах под Ржевом погибала армия, и там был генерал, который командовал этой армией, и вот когда самолет прилетел, и вот этот генерал, я не помню, там звание генерала-лейтенант или генерал-полковник, он сказал, я останусь со своими солдатами, и он погиб с ними в конечном итоге, то есть погибли. Так вот, он очень, Жуков его очень не любил, вот, и сделал все для того, чтобы его поставить в очень такое положение, в конце концов, и привело его к гибели, не давал поддержки, не давал, то есть какие-то личные мотивы были, что там было, не знаю, но я об этом знаю. Следующий Жуков далеко не прав был, у него было тщеславие, и себелюбие было, вот, может быть, такой человек в то время как бы нужен был, почему? Вот, потому что не секрет, что приходилось сдерживать, даже заград отряды ставить, то есть стреляли в спину, если ты начинаешь убежать, как-то надо было удержать фронт, вот это может быть в какой-то степени оправданно, но в данном случае мы рассматриваем личную судьбу женщины, следовательно, открываясь ему глубоко, она могла получить всю эту жесткость, она ее утопила быстро, она ее разгружала, думаю, что ему при этом было очень хорошо от нее, а ей было плохо. Вы же знаете, что идеальная любовь по-настоящему может быть только у людей безгрешных, а где таковые, их нет. Поэтому выбираешь, как говорится, всегда то, что хоть немножко светит. А почему? Потому что больше тебе и не положено, потому что ты сам еще не очень ярко светишь. Научись ярко светить, возможно, на путях каких-то к тебе придет та пара, которая тебе, ну, как будто и заслужил. Во время вайли, там все, как говорится, как в шахматы, все вот, все фигуры перемешиваются, все совершенно по-другому. там и эмоции другие. У меня были события в жизни, когда я в течение полугода попал в один переплет. Я был как зверь, надо было выжить, и все. Поставил цель там такой вот, или конец тебе, или все. Попал в такую серьезную ситуацию. И когда я из нее вышел, я тогда понял, что мы живем в какой-то плоскости, в которой у нас другие ценности. А когда ты попадаешь вот так же во время войны, что там главное выжить, выжить, а остаться при этом человеком. Никого не предать, не подставить, не спрятаться ни за кого. У меня полгода такой жизни было. И когда я в эту тему вошел, и были свои трудности, очень серьезные трудности были, особенно первые годы, я вспоминал всегда те полгода, говорю, было хуже. Я закалку прошел заранее. И понимаю, что жизнь нам дана, она нас готовит к какому-то моменту ключевому в жизни. Я думаю, что у многих в судьбе были какие-то такие тяготы, которые вспоминают, думаешь, ну ничего, это еще не край. Мы идем, и что-то получается. Человек, который не испытал никаких трудностей, как раз вчера мы об этом говорили, что если нет переживаний, а тогда какой смысл твое пребывание на земле есть? Ты прячешься, как этот страус в песок, и ничего не хочу знать, ни за что не хочу переживать. Как правило, это эгоист. Он ничего не хочет, никому не дать, ни крупинки, но брать хочет очень много. И похож на коллапсирующую звезду, или как черная дыра. Все мне, и все в ней пропадает бесследно. Ничего хорошего он не дает, он только берет. И за счет этого, собственно, и существует, за счет окружающих. С ним тяжело. Продолжим тогда. Я хотел еще раз напомнить, потому что это стержень работы нашей. Несколько пунктов, которые необходимы. Даже вот название такое мы придумали для выступления в другом городе, в немецком. Шесть пунктов до небес. Есть фильм немецкий, очень интересный, шесть тысяч пунктов до небес. Посмотрите, десятиминутный, вы найдете в интернете. Он очень полезный. А здесь другие шесть пунктов. И первый из них вера. Иисус придавал колоссальное значение вере, потому что Петру сказал когда-то в ответ на вопрос, вернее на вопрос, а на утверждение, то что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. В интонации Петра прозвучала такая вера, он душой поверил. И вот Иисус отметил это и сказал воистину Симон, сын Ионин, тебе это не кровь и плоть сказали, то есть не это, а Отец сущий на небесах. То есть через душу Бог соединился с Петром, ну не совсем Бог, как говорится, но я имею в виду так, попроще говоря, свет пришел. Это есть ключ от небес, вот тебе ключи от небес. То есть вера это ключ от небес необходимый, крайне необходимый. по сути я нарисую, как это все обстоит, потому что визуально закрепляется образ, и вы потом можете даже не со слов, а с образа вспомнить все. Свет и вот человек ищущий, и если он не верит, он закрыт от Бога. Почему? Что такое вера? Вера это форма. Господь нам дал право творить формы. Если мы в Бога не верим, мы творим форму, мы закрыты от Бога. И Бог говорит, по свободе выбора ты имеешь на это право. Живи без веры, пожалуйста. Мы живем очень давно без веры, многие сотни лет. Настоящей веры нет. Это отдельные лица, отдельные личности, они не создают такого движения заметного. Там в народе какие-то несколько человек, в этом народе несколько человек, но на общее движение тенденция вниз, начальство это не оказывает. Что же такое вера? Форма. Я верю в Бога, значит, вот этот, эта помеха уходит, человек открывается в вере, только не рассудком и не чувством, вот, то есть дух, когда вера состоялась, если можно так сказать, то дух приходит в тело, а дух всегда связан с Богом. Вот эта линия всегда на связи, можно сказать, вот до сих пор, уперлась сюда, иногда мы чувствуем боль вот здесь в душе, иногда такая возня, идет такое ощущение, что в клетке мечется какое-то существо, и не может из него вырваться, до слез иногда, до столько вот состояния такое, почему? Потому что мы заперты, то есть перекрыты, и в данном случае, даже когда вы начинаете верить, все равно плантация с грехами ваша, она остается, просто сильная вера, она как бы взрывает на какое-то время, крещение закрепляет эту связь, и ваша работа и движение по перемалыванию грехов прошлых через смирение, а новые вы начинаете тормозить, тем самым вы объявили войну тьме, в данном случае своей, и тогда на помощь к вам идет свет, то есть, как видите, начинается все с веры, это элемент номер один, я всегда говорю, без веры никакая логика света не действует, тьма вас победит без веры, всегда, ибо крохотный пятачок по отношению к Богу, это все-таки величина, хоть и вечная, но она конечна, а Бог бесконечен, тьма сильнее, чем одно существо духовное, а вот когда Бог с вами, тогда вы становитесь непобедимыми, если вы дополнительно, кроме веры, и еще несколько пунктов соблюдаете, вот второй пункт, какой, цель, цель должна быть духовная, и на этом тоже многие горят, многие проваливаются, потому что настолько земные обстоятельства притягивают и мешают якобы человеку, и человек никак не может преодолеть вот этой тяготой решения задач земных в ущерб верхним задачам, нам земля нужна, мы должны какую-то карьеру там строить, мы должны бытовые задачи решить, мы должны скажем формировать семьи, если мы хотим этого, у нас есть дети, у нас есть все, у каждого примерно одно и то же, но при этом главная цель все-таки должна быть душа, и если душа для вас главная цель и есть вера, начнет складываться все, это эти два необходимых элемента, хотя те, которые я ниже приведу, они тоже необходимы, это обязательные элементы, без которых нет движения, скажем, цель у вас состоялась, для вас душа стала целью номер один, что происходит, отмечено, что человек работает на земле, что-то делает, но все-таки решил, что главная цель это, значит, он и обслуживает будет главную цель, в первую очередь, остальное уж как получится, он может и на земле как раз неплохо жил, но в данном случае он все-таки превалирует в эту сторону. Третье, вот это то, что мы называем концентрация, давайте напишем контроль за мозгом, так понятнее, наверное, контроль за мозгом, наш мозг сам по себе инструмент, который тоже нам дан от Бога, как и все тело, следовательно, дело не в мозге, а дело, как мы им пользуемся, прекрасный инструмент, если он нам не вредит. Каким образом мозг был захвачен? Вот с грехопадением мы вчера обсуждали, я думаю, смысла его повторять нет, в чем суть грехопадения, то есть передний мозг стал намного сильнее, чем задний мозг, а через задний мозг шла связь, и через передний мозг произошло, что блокирование, блокада связи, а почему мозг взбунтовался, но не сам по себе, а потому что сатана нас подтолкнул больше думать, чем ощущать, еще больше думать, чем ощущать, он говорил, что вы можете догнать Бога и стать равными Богам, это был обман, это был ложь, это были соблазны, человек никогда не будет Богом, у него есть своя полочка духовная, но тем не менее тщеславие у людей Люцифер раскачал, получая постоянно вот эти посылы, причем он действовал не так, как многие думают, что вот он чуть ли не приходил на кухню, сидел и уговаривал, делай так, нет, мысль формируется, сущностная и формирует мысль, Люцифер подсказывает и формирует мысль вместо человека, и загоняет ему как бы в его в поле рассудка, и у человека складывается мнение, что я так думаю, он думает, что это он думает, на самом деле это не он думает, и как бы от первого лица в ваш в ваш рассудок поступают вот эти формы ложные, и они закрепляются, человеку это нравится, нравится быть значимым, нравится, что он будет ох-охо, кто, от чего это происходит, от тщеславия, вот, и многие другие вещи, далее, обида, почему, тебя ударили, ты там ударь и все, как только в человеке появились грехи, то есть настала карма, то есть период, когда карма стала бить человека, вот тогда понадобилось внедрить понятие обида, раздражение, и так далее, и так далее, это постепенно шло, многие, наверное, тысячи лет человек портился, 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 и в конечном итоге мозг передний стал превалировать, больше стали пользоваться мозгом и меньше связи с Богом, так у нас угасала связь с Творцом, духовная связь, вот, и теперь, конечно, когда мозг за колоссальное количество поколений по эволюционному закону, что востребовано, то и развивается, а что не востребовано, то чахнет, у нас мозжечок, ведающий связью, зачах, стал маленький, остался вернее, а передний мозг, перекачали мы его, это и есть последствия грехопадения, и есть первородный грех, так вот, контроль за мозгом, теперь, каким образом выпутываться из ситуации, в свое время мне пришлось, как вот, я это назвал концентрацией, потому что концентрация через глаза, мы учимся гипноза, гипноз вреден, а вот концентрация через образы, которые мы создаем, зная о неких предметах, о создании каких-то там, металлических или пластмассовых изделий, все, что угодно, главное, что была технологичность, потому что, если мы знаем, что за этим образом следует такой, 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 вот почему я иногда это, варю что-нибудь, иногда там, перемещаюсь с одного места на другое, потому что я знаю этот маршрут, и вижу, как я хожу, поворачиваю за какой-то угол, по какой-то лестнице, спускаюсь туда или сюда, тем самым, я ехал, может быть, к этому месту час, но образы я могу построить буквально за 20 секунд, правильно? раз-раз-раз и все, вот, но зато за эти 20 секунд тьма не может слепить у меня вот эти формы, почему? Потому что я свои формы навязываю, и если я буду навязывать и навязывать их, а тьма будет беситься и попытаться мне помешать этому, но сила образа в чем, что они непрерывны, щель никак не может найти тьма, ну, в данном случае мне могут помешать, если у меня слабая воля, здесь идет борьба, раскачивай волю, у тебя не все не всегда получится, но ты начинай, ты действуй, не получится, может быть, день, два, месяц, три, пять, год, полтора, потом начнет получаться, мы все разные, у одного это через месяц получается, а у другого и пять лет не хватает, но главное, сдаваться нельзя, вот что такое концентрация, поэтому тут нужно понимание методики, как это делается, суть и явление, цели, зачем мы это делаем, чтобы обратно отвоевать свой мозг улицу Фера и его команды, развернуть обратное и последствия верхопадения, ликвидировать, это не так быстро, но сделать это можно, что мы получаем, мы получаем мозг, который не управляется внешними, скажем, темными силами, а мы получаем мозг, который управляется нашим духом, который на связи с Богом, мы как блудный сын возвращаемся в конечном итоге, на нужный путь, как его говорят, на правый путь, вот, и если мы это действительно добились этого, то у нас жизнь постепенно не сразу, конечно, начинает разворачиваться в лучшую сторону, как-то теплеет, этот эпизод, смотришь, который я не ожидал, пришел и решился положительно, потом этот, и в конце, только и проходят годы, и начинаешь понимать, я правильно иду, мне становится лучше, я становлюсь сильнее, я начинаю понимать крайне необходимую мою связь с Богом, без которого невозможно жить, потому что он и есть жизнь, которую он нам подарил, в Духе, и вот, почему я говорил о воле, что без воли, человек не выдавит бесов из головы, вот, четвертое, это воля, то есть наличие воли, а что такое воля, это сила Духа, воля отсюда идет, ведь рассудок и тело, это всего лишь, как бы следствие жизни, вот этой, а мы принимаем, что это и есть жизнь, это и есть человек, нет, это оболочка, которая преследует свою целью, избавить дух от лени, и все, здесь и надежда, и любовь, здесь и воля, качество все, вот она, свободная воля, чем свободная воля скована, вот, тьмой, вот, на этих этажах, это мысли, а вот эти чувства, чувства, это не от мозга, конечно, но, что получается, если мы поставили на место, наконец-то, и прорвались, у нас начинаются формироваться образы, изредка, но уже формирует мозжечок, начинает выходить, то, что понимается, как откровение, сначала очень робко, через какие-то гоны, начинает лучше, лучше и лучше, чем меньше у тебя осталось грехов, тем больше свет приходит сюда, и ты начинаешь постепенно возвращать качество связи, вот, чего добивались, по-настоящему, те, которые называли святыми, получая откровения, в данном случае, как вот Иоанн Богослов, он был, как раз, тем, кто принял, то, что называется, апокалипсис, вот, были, конечно, и другие, и в Ветхом Завете, описывается, Исаия, Иеремия, там вот эти, как бы, ветхозаветные их пророки называют, они тоже вот это все восстанавливали, и пытались народ свой учить этому, но, к сожалению, почти все были убиты, или, не знаю, какая-нибудь судьба, потому что жрецы того времени, они не позволили истине прийти, скажем, к этому народу, ну, что сделаешь, та же, собственно, и сейчас происходит, кроме воли, пятое, нужно терпение, потому что воля на пять минут, это здорово и хорошо, но если у вас только на пять минут, вы опять же не победите, потому что терпение, это воля непрерывная, давить надо, выдавливать, выдавливать и выдавливать, помните, если выгонишь беса, на него место придут семеро, еще более злых, скажут, ты что, против нас, слова эти тоже нам сказаны, поэтому, если вы выдавливаете, так будьте добры, бороться постоянно, тогда вы сможете победить, шанс у вас есть, гарантия сидит у вас, найдете вы в себе, вот эти пункты, оформите их, задействуете, да, победили, если один из этих пунктов, вы не совершаете, не делаете, значит, вы все равно не сможете, и последний, шестой пункт, смирение, смирение, о чем говорит, что посеял, то пожнешь, эта конструкция была нам сказана, после грехопадения, кто-то впервые пришел, очень давно, после грехопадения, сказал, действует закон вот так, вы раньше были на связи, все понимали, но как только рассудок вам перекрыл дорогу, к свету, тогда вам надо объяснять, прийти на землю, какому-то посреднику сверху, и сказать, ребята, вы забыли закон Божий, вы вот это делаете, поэтому живете плохо, на вас сыпятся последствия ваших преступлений, ваших грехов, и тогда вас спросили, а как их искупить, ну мы же уже натворили, как убрать, тогда говорят, прощайте, и прощены будете, кому вы простите, тому и Отец простит, небесный, то есть это и есть принцип искупления грехов прошлых, поэтому, когда говорят, что Иисус там кровью свою все искупил, я говорю, а вы знаете, есть такой великолепный аргумент, а вот такие, как Исаия, или Иеремия, а до них еще кто-то и были, всю историю земли, были какие-то подвижники, во многих народах, ну в самых передовых, я думаю, они что, их кто-то кровью искупал, каким образом, они без жертвы от Бога становились безгрешными, каким способом, и кто-то обязательно должен был приходить сверху и кровью своих всех искупать, чтобы я такого не слышал, и в Ветхом Завете этого нет, это придумано людьми, Иисус никого кровью не искупал, потому что и до Него этот принцип существовал, прощайте и прощены будете, я думаю, об этом и Моисей говорил, и до Моисея об этом говорили, Бог всегда был один и тот же, и законы никогда не менялись, они незыблемы, следовательно, меняя из года в год трактовку от Бога, сами люди, которые меняют ее, говорят, что Бог непостоянен, они, может, так не думают, но они своим поведением и своей интерпретацией или толкованием говорят, а вот при Ветхом Завете могли люди исправиться без жертвы, а вот когда Иисус пришел, только жертва Христа могла спасти людей, только кровью, но, значит, тогда люди сознательно убили Бога, чтобы искупить свои грехи, и получается, что грешат люди, а искупать должен Бог, где вы видели такую справедливость, а где вы видели, что закон должен подчиниться вот этой ахинеи, что если сказано, что посеешь, что пожнешь, конкретно Иванов, Петров и Сидоров, то если сеяли эти трое, значит, и пожинать будут эти трое, а наши товарищи, которые взяли на себя роль вести нас в Царство Небесное, говорят, нет, этот закон неправильный, а вот Иисус пришел и всех вот этих Ивановых и Петровых искупил, как здорово и хорошо, поэтому Иванову, Петрову и Сидорову беспокоиться больше не о чем, зачем суетиться, зачем с грехами бороться, которые и так вот, Главное, вы будьте благодарны Христу, Он великий, такую за вас жертву принес, и люди млеют, действительно, за меня жертву, но Он не приносил жертву. Вся задача Бога, который посылает сюда посредников, отучить нас от этого всего, научить, как бороться с грехами, конкретно, что Иисус не говорил, примерно то же самое, только в свое время своим текстом, потому что были другие люди, был другой образовательный ценз, потому что никакого образования не было. Больше Он говорил притчами, потому что для людей того времени в таком сказочном варианте или в виде притч можно было добиться большего, а сейчас можно рассказать о физике явлений и каких-то там концентрациях и все, это совершенно другая терминология. Но суть работы одна и та же. Если, скажем, через 2-3 тысячи лет придет кто-то еще на землю, он будет говорить совершенно другим языком, учитывая, какие люди сейчас. Вот эти 6 пунктов я всегда советую. Возьмите себе и повесьте на стенку, хотите в спальне, хотите в кухне, где вы чаще бываете. И когда у вас что-то не получается, возьмите и пробегите с глазами. Чего у меня вот сейчас нет? И скажете, ой, да у меня что-то терпение лопнуло уже. Ой, да у меня и воли не хватает передавить. А почему? А потому что и вера пала вместо, скажем, 100% веры, когда на тебя идет колоссальный водопад святой защищает тебя. А у тебя вера почти и отсутствует, у тебя маленький ручье кап-кап-кап, а тьма звереет, она с каждым днем все сильнее и сильнее. А почему? Представляете, вот Земля, вот ее ближайшие окрестности, астральные, и, скажем, то, что называется, рассудочные. Сначала рассудочные, потом астральные, пусть так будет. И все это попачкано. Откуда дополнительная тьма появляется еще сильнее? Потому что давление света идет, соответственно, и тьма пытается не пустить свет на Землю. И люди друг с другом, как вы видите, отношения все больше и больше портятся. потому что свет вот тут, скажем, вот все наши там 7-8 миллиардов, свет-то идет и разгорается, потому что свет заряжает дух совершенно иной энергией. Все мертвое будет пробуждено перед судом или там, перед судом, да. Каким образом? Свет усиляет человеческий дух. Те, кто правильно пользуется этой энергией дополнительной, уже, скажем, у тебя не один киловатт, а уже 50 киловатт, завтра будет 60, и так нарастает сила вот эта духовная у нас. И те, кто ориентирован творить добро и выбраться из этой трясины. То есть мы, мы тратим эту силу дополнительную на победу над собственной тьмой, каждый над своей. Вот. А если человек живет без Бога, тогда вся эта сила куда уходит? На сведение счетов, на обиды, на ненависть. И так далее, и так далее. То есть бесов становится в миллионы раз больше, чем раньше. Зачем это надо? Почему такой вот сейчас прием? Идет суд, и как бы Бог говорит, я вам даю силы абсолютно достаточные для того, чтобы вы победили тьму. Идите. Вот оно, крещение еще идет. Но если вы не желаете этого, воля за вами пока остается свободная. И человек начинает вот это все превращать в мусор, портить эту энергию. Кажется, нейтральная энергия превращается в бесов. И человек несет полную ответственность за это. И получается, если раньше он за год плодил мелких бесов, может быть, там миллион, а теперь он крупных бесов плодит миллионов десять. То есть идет ускорение. С кем ты? С Богом или с чертом? Если выбираешь Бога, так будет реально это делать. Победи свои грехи. Уходи от греха. Вот у тебя набор весь, который тебе объяснили. Крещение тебе связалось с волей Божией. Ты теперь не один борешься. Крестная сила за тебя, если ты не лентяй, если ты все учитываешь и делаешь. Но если ты хочешь с чертями в обнимку спать, да пожалуйста. И вот этот как раз момент ускорения и дает, что быстрее все совершится. Те, кто пользуется им не во благо этим дополнительным светом, намного быстрее сойдут на нет. Видите, что творится? Это и есть суд. И в любой момент, как сказал Иисус, при дверях, когда вы увидите вот эти события, воины, военные слухи, 24 главе Матфея, подробно все есть, знаете, что как бы при дверях эти события в любой момент это может случиться. Но день и час знает только Отец. Ни ангелы небесные никто не знает. Но вы должны быть готовы. А готовность, как нас застигнет, как говорится, учитывая вот это все, вы не можете сказать, что я не знал, что делать. Никто из вас не может сказать, что вы не знали. Права такого вы не имеете. Крестная сила вам дает полную поддержку. Идет постоянная зарядка ваших батарей, причем усиляется. И можно сказать, если человек этим не пользуется и этим не пользуется, никакого отношения к понятию человека он не имеет. А скоро он это поймет и на практике. Будет выброс во тьму внешнюю и скрежет зубов. Такой термин библейский есть. То есть, человек будет лишен права на дальнейшую эволюцию на земле и жить на земле. И попытаться осознать себя как человек. А это значит научиться жить по закону Божьему. Тогда да. Тогда ты есть человек, дитя Божие. Но если ты этого не научился, ты так и останешься какой-то заготовкой, из которого не получилось человека. Брак и в сторону. Званых будет много, призванных будет мало. Все цитаты Христа, они оживают. Мы вчера прошлись хорошо по Библии, где-то 30-40 цитат задели. И как видите, мы вчера проинтерпретировали, они все настолько действенные, настолько глубокий смысл в них есть. И читать их, просто читать, очаровываться, вот как бы Бога любить, словословить Его. Нет. Чем мы должны Богу ответить в ответ на Его призыв? Победой над своей ленью, победой над своими грехами. Через веру, через цель духовную. Это, 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 это. Вера. Это ключ от небес. Цель, где богатство, он и сердце ваше. Контроль за мозгом, держи очаг помыслов в чистоте, воля. Царство небесное с силой уберется, и терпением, естественно, смирением. Кому вы прощаете, того и Господь простит. Вот они все в современном изложении, все его фразы. Что еще человеку рад? всего лишь на все. Желание сильное. Желание сильное. И тогда начнет все формироваться. Желание придает человеку направленность. К богу ты идешь или к черту. Выбор за тобой, а свобода воли связана, еще раз повторяю, мозгом. Этот элемент нельзя игнорировать и быть слабым по этому пункту. У меня, когда состоялось это все в 94-м году, я тогда ужаснулся, когда я понял, что держит в плену человечество мозг. Не сам мозг, а то есть через мозг мы просто захвачены, мы рабы своих грехов, как говорил Иисус. Почему? Потому что пока мы не разгоним все, и мозг, который управляет нашей жизнью на земле, не подчинится совести и душе, не подчинится свету, мы творим зло. Хотим мы этого или нет, и апостол Павел как раз об этом и говорит. Доброго, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю. Так вот, что было у апостола Павла. Вот современное описание его опытов, его попыток победить зло. К сожалению, еще раз говорю, Иисус ушел рано, ему не дали просто на земле завершить достойно свою работу. Если, он пожил до старости, он очень много бы сделал, земля имела бы совершенно другую судьбу, человечество вернее. Ну, как, что уж случилось, то случилось. Человечество, пригвоздив Христа, гвоздями расписалось своей враждебности Богу. Это была последняя капля, после которой Бог сказал, будет суд. И с того момента, две тысячи лет назад, стало готовиться второе пришествие. Иисус сказал, приду не я, придет дух истины. Иисус был любовь, правая рука Господа, а левая рука это воля, Дух Святой это и есть воля Божия. И почему Иммануил называется, Иммануил переводится с нами Бог, по-моему, с еврейского. Вот, и следовательно, каким образом Бог с нами? Дух человеческий порожден Духом Божьим. Через посредников, конечно, но не важно, для простоты изложения. Соответственно, если Дух Божий в нас сидит в Духе, мы никогда не сможем спрятать ни малейшей пылинки, ни малейшего отклонения от закона. Нас мгновенно контролируют, мгновенно. И книга бытия записывает все твое плохое и хорошее. Потом говорит, ты будешь взвешен на весах, если окажешься легким, не пройдешь. То есть, ты ничего не набрал здесь, ты пустой. Вот поэтому иммунил с нами Бог всегда через Дух Святой. Всегда. И сейчас у любого человека, даже самого плохого, даже самого ничтожного, который там какие-то червей ест, абориген какой-то, все равно у него Дух человеческий, просто он очень слабый. Они тоже, и аборигены, и все народы, которые на крайне низкой ступени развития, почему они так отстали? Потому что в Духе они были очень ленивы. Всем нам даны миллиарды лет, могу сказать, сотни миллионов и миллиарды лет для развития. Много-много-много было времени. В чем совершается Божья справедливость по отношению к самому слабому Духу? Потому что в Духовном мире, откуда мы пришли, мы из, скажем, высокоразвитых, но высокоразвитые там тоже разные. Есть сильные, есть слабые, есть совсем слабые. Так поэтому при воплощении, что нет справедливости, скажем, для сильного Духа достаточно было, может, миллиона лет, а для слабого, может быть, миллиард лет нужен, а дано, может, пять миллиардов, пять с половиной миллиардов проживания. Археология говорит, что мы живем давно уже, несколько миллиардов лет. Вот, поэтому справедливость решена за счет временной дистанции большой. Для самого слабого десятикратно время дано для того, чтобы он созрел и стал человеком. Но даже сильные и то не становятся людьми. Кажется, что все настолько давно это было. Нет, на земле время одно, а далее идет другое. То есть люди не совсем понимают параметры это время, что это такое. Время, оно стоит. А наши действия, действия человека и вообще всех существ, как бы пишут сценарий, вот, как лист бумаги. Это не совсем так, конечно, или как вот я говорю, яблок, который червь проедает, и вот маршрут этого червя, что он съел, когда съел, с какой коростью ел, это и есть время. То есть человек движется во времени с определенной скоростью. И есть развитие телесное, есть развитие интеллектуальное, есть развитие духовное. В духе мы можем быстро поменяться, тело намного медленнее. Потому что я даже за собой смотрел, что я был достаточно грузный в 46 лет, когда у меня начиналось. То есть такой депутатский вариант был, начальником был, так все. А потом я стал как бы не то усыхать, не то что приобретать, более-менее нормальную форму. Думаю, если еще лет 20 пожить, может я совсем стройный. Хотя я ставил эксперимент, я же экспериментатор, опыт. Я намеренно ни с чем не боролся. Я не запрещал себе, скажем, выпить спиртного. Я не запрещал себе там, вот нельзя кушать это или это. Или соблюдать режим, что надо обязательно утром покушать, потом надо где-то в час-два обязательно покушать, потом какой-то five o'clock, потом вот ужин, и желательно где-то после шести часов амбарный замок на холодильник повесить. Вот у всех такие установки, там этого нельзя, этого нельзя. Я говорю, свобода выбора у меня должна быть полная. И будем смотреть, к чему это свобода выбора приведет. живу и смотрю, алкоголь раньше, мы там чуть ли не через день, через два идем то в кафешку, то кто-то в гости придет и хоть рюмку две, вот щелкать рюмочками называется. Вроде немного пьешь, но зато часто. А потом у меня стало пропадать желание, я стал терять друзей. Они мне говорят, поехали в баню, пиво попьем. Я говорю, да я лучше почитаю там. Да поехали туда, сюда, в бильярд поиграем. Я говорю, да не хочу я в бильярд играть. Мы же с тобой играли вот сколько лет. Я говорю, да не хочу, ну почему-то пропадает желание. Потому что хочется заполнить время чем-то полезным. Причем я не заставляю надо, надо, нет. И я не хочу больше тратить время попусту. Потому что в тебе меняется духовная обстановка и вот этот свет требует положения. Полезным занимайся. То, что тебе переносит пользу. Зачем терять время? Крайне дорого вот этот маршрут, который ты должен насытить полезными делами. Что ж ты делаешь? Вот один из приемов тьмы отнимать у нас время. Подсунуть нам очень интересную билетристику какую-то. Или какой-то сериал смотреть, который вот там, там, вот в раз и кончается на самом интересном месте. А надо завтра обязательно посмотреть. Завтра цепляет, и опять он кончается на самом интересном месте. Есть и книги, и фильмы, и какие-то хобби, которые подумать, подумать. Возьми человека, займись тем, что тебе полезно. К сожалению, часто так бывает. Значит, давайте этот момент закончим чем? Выполняя все эти пункты, если вы их реально выполняете, имея крещение, имея дополнительные знания. Это только, скажем, костяк. Очень много всяких нюансов, которые мы обсуждаем, и на камеру, и вне камеры, потому что, скажем, все в деталях. Хотя, говорят, вот, сатана, он в деталях. Так вроде все нормально, но в деталях понятно, что это тьма. Так же и свет тоже. Вот стержень работы, но очень много деталей есть, которые желательно знать. и опыт ваш сам приведет вас к тем деталям, которые и у меня когда-то. Я думаю, вот это здорово, а тут я этого не учитывал. И так каждый день. И этого не учитывал, и этого не учитывал. Кажется, христианство не такое сложное, как мне казалось. Оно настолько простое и ясное. И Бог пришел и нам сказал, все, что поймет любой пастух, рыбак и так далее. И только заумные кандидаты наук никак не могут понять или доктора наук или академики. Им все кажется, что они настолько велики в своей мудрости, что подумаешь, там какой-то пришел, говорил притчи какие-то. Они ненаучные. Это и есть горе от ума. Это и есть настоящее горе от ума. Потому что все знания, которые человек приобрел на земле через самых передовых этих ученых и так далее, они и миллионной доли не составляют тех знаний, которые может ребенок выйти вот сюда 15-20 летний и может разобраться быстро с тем уровнем знаний, на причинном уровне. Знания земные природы вот здесь, а причинный уровень в эфире и выше. Потому что зная законы, ты начинаешь формировать полностью знания всех вселенных земных и потусторонних мире. И этот слой, и этот слой, и этот слой. Вот где наши знания. Они вот на этом крохот пятачке материи. Это чванство рассудка, опекаемое сатаной и его командой, привела к этому, можно сказать, никакому незнанию. Это незнание. Это непонятно, вот крохотное, крохотный средство знания, и человек этим кичится и орет с утра до вечера на всех перекрестках, во всех СМИ, какое человечество великое. в чем величие провалить цивилизацию и сказать, что мы такие велики. Это свистопляска, которая навязывается, навязывается, навязывается. Только иногда робкая душа говорит, да где же тут величие. Народы многие с голода пухнут уже, за исключением какой-то кучки обманщиков, а остальные что с ними творится? Потому что они воровать не хотят. И так далее. Ну это уже, как говорится, я в эту сторону стараюсь не ходить, потому что политика и экономика это, скажем так, предметы ведомые. А стержень, вот он, все проблемы на земле от нашей бездуховности, от нашего нежелания становиться человеком. А если мы хотим становиться человеком, нам никто в этом не мешает, кроме нашей лени, чванства и невежества. Пожалуйста. Нет проблем никаких. Ну что, достаточно пока. Музыка. 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 Музыка.